Привет, это Антон Логанов, со мной здесь Александр Кузьменко. И 360 рублей качество. И легендарный Тохин проектор. Интересно, когда Ajax начнет наносить татуировки семенами, когда крестьяне начнут больше ему донатить, очевидно. Своего божественного пресса. Будет ли босс-вертолет в таком случае спонсировать содержание китайского мотоцикла, чтобы быть ближе к настоящему мужскому телу, стать частью этих мускулинных кубиков? Все, господи, 10 из 10, а, наверное, уже 11 или 12 из 10. Верт, увековечь меня, пожалуйста, как Ajax, хотя бы мочой на снегу. Спасибо большое, Ставропольский блинный слон. Бля, у нас плюс 30 скоро будет. Я боюсь, что это... Сколько надо выпить, чтобы такую длинную фразу написать? Или написать? Не, у нас не будет плюс 30. У нас завтра плюс 10. Но снега все равно, скорее всего, не будет. Спасибо большое. Да, не буду смотреть, но они в свитерах. О, so good. Да, найсовых бугагашечек в уютных изи-пизичках. У-ху. Спасибо, слон. Да, в Орерсах погонял Аякс. Было у чела, который всех пидорами называл, потом пытался износить ментовскую тёлку, и за что и был повязан. Но зато выжил, кстати. Так-то самая грустная участь постигла чувака, который вписался за тян, от чего был переехан, как там, перееден. В общем, после чего оказался под колесами метро, и как бы был порезан, получается, на куски нахуй. Сегодня у нас совершенно необычный день. Я думаю, Сашка утвердит. Абсолютно необычный. Он проделал три часа пути в этот в покое видео-мании. В городу Бноу, Московскую. Да, Московскую область, чтобы записать онлайновое ревью, фактически. То есть сегодня, 15-16 начинал, сейчас... А то хи-синг-пад, по-моему. Это не будет прямой эфир, потому что мы экспериментировали с прямой эфиром, и поняли, что, ну, не совсем канал российских провайдеров и пользователей готовы к этому, но это будет почти онлайновое ревью, небольшой такой записи. То есть мы сейчас вот это говорим, а через несколько часов вы это видите. И мы, наверное, первые вообще, кто прошел сталкеров в мире. Вот это сделал Саша. Да, наверное. Ну, по крайней мере, я не готов ручаться, но в России я пока не очень слышал таких рецидентов, чтобы кто-то проходил сталкера, тем более, до конца. Как минимум, как написал портал сталкеров в Портал, что я, наверное, был первым. В России, наверное, виднее всякого сталкера. Вот. Ну, фактически, да. Никто до этого момента рецензию не сделал еще. То есть мы написали свои рецензии неделю назад, она уже нам ушла полтора недели. А сейчас мы делаем нечто необычное. Мы делаем именно огромное такое спайшо для онлайна. Это вот все это не увидит пользователь Видеомании. У нас будет зато в Видеомании большая подборка эксклюзивного даже в некоторых местах видео по сталкеру за все года. То есть включая с первых экспериментов на движке, даже в лайф-съемках со сталкером был такой ролик тестовый, рекламный, но он не прошел одобрения. Вот он, уникальное видео. Также у нас будет суперматериал, Зона 2002, мы его назвали. Это запись поездки GSC в Чернобыльскую зону. То есть самая первая поездка, когда были собраны материалы для игры. Вот классно, что они что-то сняли. Причем, как я понимаю, на довольно хорошее оборудование. Положим всему этому на начало. Все это прокомментировал для нас Олег Егорский. Очень интересно. Ждите апрельского номера. Тем более, что осталось буквально до 27-го числа. Да, у нас номер выйдет одновременно с игрой. Так что ждите. А сейчас мы будем играть в сталкера, показывать его вам. Саша. И рассказывать. Да, у нас от вас вопросы. То есть мы уже просили, вы неделю задаете вопросы. Или меньше, да, щенок? Ну, с начала недели задавали вопросы, в течение 4 дней. Да, уже их пришло более 200, что более чем достаточно. То есть сначала Саша покажет вам игру, показывает ваши вопросы. То есть... И сейчас где-то ближе к концу уже второго прохождения. Я играю в нее уже 4 дня. Оторваться не могу. Нужно сказать, что на самом деле, да, по сталкеру очень сложно делать такие вещи, потому что эта игра гигантская, это сколько, 80 часов? Ой, это... Я ее, что называется, пролетел, прошел очень быстро, и это заняло у меня всего лишь 35 часов. Это стремительно. Да ладно. Да ладно. Любители камуфляжа Горка. Сколько занимает стандартное прохождение первого сталкера? 35 часов это пролетело? Да ладно, он не настолько длинный. В общем, 40, 50, 60 часов геймплея. 60 часов геймплея в первом сталкере. 5 часов неспешно по мейну. Ну вот как-то, да, ближе к этому. Понятно, что можно аутировать во всяких заброшках бесконечность, но как бы мейн-квест проходится, ну какие, какие 35 часов? Проплекается по продолжительности к японским RPG. Это действительно... Дальше динамики там побольше несколько. Да, это прям монументальная игра, и я думаю, мы даже не сможем передать, насколько она великолепная сейчас, потому что нужно играть самому, чтобы это все прочувствовать, о чем мы сегодня, безусловно, много очень будем говорить, но надеемся, что сталкер оправдать ожидания. Я уже 10 лет играю, пока с кордона не вышел. Мои ожидания он оправдал. Я сказал, то есть мы же журналисты, мы же скептики до последнего, сталкер оправдал все наши ожидания. Понятно, что там есть недостатки, но вот это тот случай, когда они сцена в Зону Трепаблик, когда ты их не хочешь замечать. То есть у тебя есть реально, ты настолько восхищенный игрой, что она тебе лишает сцена, и про недостатки просто не хочется говорить. И сегодня мы вряд ли будем говорить про недостатки, потому что хочется говорить только о хорошем. Ради, что есть и документы. Да, ну тогда... Но если приговаривать постоянно изи-пизи и найс, то можно и 60 часов, да. Дай поговорить. Да, да проходить ее empty буду, получается, на второй главный коммунистический праздник. Ну что, запускаем? Да, поехали. Ну что, начнем? Так, вот это вот перед нами, собственно, главное минимум, естественно, у вас будет пара, начнем, мы выйдем. Начнем. Выбор сложности, ну, возьмем. Давай, да, нормальный. Ну, давай, ветерана, давай, ветерана. Наш компьютер, можно сказать, что наш компьютер довольно мощный, это наш флагман видеоманский. Так сказать, поем. А он полный, это, ну, чтобы, наверное, не все, наверное, в терминах, но это 6700, это 3 гига оперативки, это 28800 в связке. Короче, для сталкера это больше, чем до... Ебать. 28800 в SLI. И 3 гига оперативы. Может быть, он учитывал время прохождения 25 часов, которое пришлось себя убеждать, что зайти в подземные лабы, потому что страшно. Так, значит, мы начинаем игру, оказавшись в подвале местного торговца, буквально у входа в зону, то есть это еще не сама зона, это буквально подступки к ней. Вот этот персонаж, его зовут Сидорович, как мне интересно. Сидорович. Я говорю Сидорович. Это значит Сидорович торговец? Сидорович. Сидорович. Что Сидорович, господи? Что, поляк, что-то? Помню, кстати, в текстовой рецензии были рассказы про говорящий вертолет. Этот бред, наверное, Рафа под селями написал. Сидорович. Так вот, и этот самый Сидорович, с ним можно пообщаться. Давайте попробуем поговорим. Тут надо добавить, что персонажи в Сталкере озвучены далеко не все, то что диалогов в игре очень много, бешеные тысячи строк. Ну, проблема всех. Журнал игрома... Вот, киноязык. Гигантский мейнфрейм в качестве тумбочки. Печатанный журнал игромания в качестве коврика. Проблема всех, в принципе, РПГ. Ну, в общем, как японский РПГ. Я знаю, анонимус, но тогда считалось, что топовая сборка должна быть в SLI. Ну да, по факту SLI почти ничем не поддерживался, а даже там, где поддерживался, почти ничего не давал. Смотрите, по-моему, лежит, да, это К750 лежит под стеклянным этим. Смотрите, а минералочку-то, ребята, свитеровые ребята в 2007-м, минералочку-то непростую пили. Как бы красиво жить не запретишь, ёпта. К750-ый. Игромания в качестве коврика. Минералочка в стекле итальянская. Да, мы сейчас наблюдаем за тем, как Аяк свидетельствует всех ПК-геймеров. Я, конечно, человечек особенный. Все таки на Евроэкстрим проходил МГС-3 и аутист комплект Сани Сид. Но у меня в стиме наиграно 13 часов, и я прошел вообще все в нем. Все квесты и сайды. Невозможно там 60 часов найти. И если ты, как мой кореш, в спуде не просто по городу прыгал 20 часов. Твой кореш Ромка Прыгун, что ли? Прости. Ну, я просто напоминаю лор, что на самом деле чуваки пиздят. И мы их сейчас будем на этом пиздеже пытаться словить. Потому что они, ну вот судя по тому видосу, который вышел вот в 2007 и так далее, они сталкер перед написанием ревью, скорее всего, не прошли. Потому что они в деталях рассказывали о том, что было там на первых двух локациях. А про то, что будет потом, ни слова. Что как бы наводит на мысль, что они реально, походу, даже до первой этой лаборатории со снорками не дошли. По крайней мере, на момент написания видоса. И как бы оно понятно, у них адовые дедлайны тогда были. Все-таки журнал нужно за месяц до полностью сдать и напечатать. Поэтому я думаю, что они реально просто пиздят. И они ни разу его еще не прошли. Графон для того времени был не очень. Нет, неправда. Зато на оптимизацию похуй нахуй. Куча багов. Это да. Стрельба средняя. Обещали РПГ с диалогами и выборами. А по итогу обрубок еще хуже Fallout 4. Вообще выборов нет. Только что от интерфейса, от системы. Как бы тут я вступлюсь за Сталкер. Ну, понятно, что первый блин комом. Но чуваки делали настоящую в СЖшную игру мечты, когда было принято делать. Графон хороший. Реально графон хороший. Я помню 2007. То есть, ну, типа, Кукурузис, Сталкер. Сталкер, в принципе, как бы мог потягаться с Кукурузисом. А Кукурузис тогда это была, типа, самая компьютерная игра ever. То есть, в принципе, как бы баги и жесткие системки, требования. Но зато на динамическом освещении как бы Сталкер выглядел, извини меня. Да и до сих пор выглядит. Кузьменко в интервью рассказывал, что писал обзор и ничего не прошел. Но сделал рисковую ставку на игру, и ему повезло. Да, да. Нет, Илья, я говорил про ДТМ. Если первый блин комом, тогда Сталкер комоедится, думаем. Да, они просто спойлерить не хотели. Хоть раз и спойлерили в игромании весь сюжет в обзоре? Нет, вот и думайте. Поэтому, как бы, лороведы Сталкера, настал ваш час, будете ловить ребят на пиздеже. Я, например, сразу сказал, что давайте у меня нормальную миссию. Хочу заниматься. Хочу заниматься, когда наступай. Итак, Сталкер предлагает нам работу. Блядь, английский голос Стидоровича так мешает на фоне? Важную информацию. Ну, в общем, если коротко, то задание звучит так. Пойди туда, найди его, информацию принеси, неважно как. Живым он там будет, мертвым. Главное, встань им его информацией. Ну, наша главная цель найти некого стрелка. То есть, видите, кюл стрелка. Да, то есть, собственно, наша основная, как бы, цель, вообще всего нашего путешествия, это найти некого Сталкера-стрелка. Но это, кстати, директор не основной по сюжету. Это, скорее, на следующий. Ну, что же, дальше? Это начальная цель. То есть, я вот играю уже довольно пораженное время. Еще у меня пока это главная задача. Так, в общем, оказались в зоне. Точнее, на подскопах к ней. Как видите, в зоне творится вечная осень. Здесь достаточно мрачновато. Если будете смотреть наш... Ну, камон, для 2007 года это топовый графон. Ну, это и сейчас смотрится хорошо. И главный плюс Сталкера, понятно, что не сделали, по сути, почти ничего из того, что хотели. Но, как бы, заложили основы. Сделали очень много классных ассетов. Очень атмосферное окружение. И, в принципе, типа, ну, вайбы есть свои. Та же потом, собственно, которую мы сделали на DVD, видеоманском, свежего номера. Вы наверняка узнаете этот дом. Потому что по нему там расходовали киборске из DC. Именно по этому дому, этот дом, собственно, взялся реального прототипа. И зона достаточно узнаваемая. Так, собственно, что мы видим? Мы видим зону, в которой ходят люди. В которой происходит какая-то жизнь. То есть, эти Сталкеры в этом месте собираются достаточно такие новички. Собственно, ни в коем случае не ветер. Какой ночи, Лиговка? Ну да, если бы, опять-таки, зная, как устроены игромани, если бы они прошли Сталкеры, они сразу же сказали бы, что, ну, вообще-то, Меченый это и есть стрелок. В интервью с Кузьменкой он говорил, что писал ревью за ночь по Бырику, поиграв немного в сырой билд с Годмодом. Да. Кстати, а что это за интервью? Давайте потом освежим память. Транно звать. То есть, ну, грубо говоря, это, во-первых, Кэмп, вот, для новичков, чтобы здесь освоиться, понять принципы игры. Это, ну, начальная территория зоны, она маленькая. Здесь нет особо таких страшных существ каких-то. А здесь, ну, собаки, кабаны, и единственное, собака Чернобыля. Самое страшное здесь существо, которое есть, это, собственно, бойцы федеральных войск, которые храняют вход в зоны. Да. Мне очень нравится, как они кричат, там, типа, у меня сегодня день рождения, так что, там, типа, не рыпайтесь, да, вообще. То есть, очень много разных диалогов записали, а эти свычки все время кричат, типа, Сталкеры, одумайтесь, идите отсюда, то есть, не лезьте в зону. То есть, атмосфера игре создается очень потрясающая. Причем, во всем этом есть что-то такое совершенно великое. Вот посмотрите, сейчас момент, например, замечательный. Сталкеры играют буквально возле костра. Говорят душевно. Они могут рассказывать анекдоты, сидя возле костра, какие-то байки, могут, кстати, подсказать какую-то действительно интересную информацию. Причем, каждый из этих Сталкеров, это не просто NPC, который сидит у костра, это действительно полноценный житель зоны. Действительно настоящий Сталкер. С каждым из них буквально можно поговорить. Допустим, давайте поговорим вот с этим, гражданином. Вот, пожалуйста. Можно спросить о каких-то его последних новостях, слышать что-нибудь интересное. Ну, если он знает какие-нибудь последние слухи, конечно, расскажет, если не знает. Причем, практически с каждым Сталкером можно не только поговорить, но и поторговать. Софициальной кнопочкой. Нет, нет, нет. Первый Far Cry вообще не был визуально лучше Старкера. Ты уже утрируешь. Либо ты, может быть, просто сто лет не видел Сталкер, запущенный на максималках, с нормальными эффектами, с тем, как оно все работает, как должно. Потому что Сталкерам на минималках тестируют всякие ноуты со встройками 15, летней давности. Но, ну, типа, тут даже через этот видос видно, типа, какой охуенный там графон, и это все при больших локациях. Нет. Первый Сталкер абсолютно оправдывал свои требования. И, типа, ну, очень графонистая игра. Действительно, это не сильно, как бы, различия есть между ними, потому что это не персонажи, да, это типичная письма, в, конечно, смысле. Подходишь ко всем, а, в принципе, все одно и то же отвечают в данной локации. Переходите в какое-то другое или событие какое-то произошло, текстовки у всех меняются. То есть, это не так, что каждый Сталкер что-то новое может сказать. Они не успеют. Ну, нет, графон по своему времени был еще в первом Сталкере. Камон, что это? Что за попытки переписать историю? Нет. Первый Сталкер — это был типичный ПК-эксклюзив с охуенным графоном, который требовал охуевшего железа. Привет. И даже на нем не шел хорошо. Хочу вкатиться в просмотр гитарных войн. Кто были основными участниками конфликта, кроме Фрида-гитариста? Какие были основные точки эскалации конфликта? Насколько жесткой была война? Выхватил ли кто-нибудь, как Фоксимикс? Никто не выхватил. Было очень много войн. Короче, к сожалению, там слишком много было сиквелов этих войн. В итоге их слава размылась. Сейчас будет очень сложно восстановить всю последовательность событий, потому что там все уже миллион раз перемирялись, из-за чего поскрывали ролики. Либо просто поуходили с Ютуба и поскрывали ролики. Но как бы вот именно если идти по Олдовой, то вот есть такой канал «Гитарист разумный». И вот там с самых ранних до самых поздних можешь посмотреть. И в принципе, ну плюс-минус застанешь те самые гитарные войны. Просто с тех пор еще было штук 50. Но в целом гитарные войны — это Фред-гитарист против всех, а именно о том, как он сначала на всех допиздел, его начали подтягивать до слова. И вот он начал все больше и больше врать, все больше и больше закапываясь. И как его все больше и больше разоблачали. Если совсем времени не жалко, есть в паблике «ВКонтакт» «ВКонтакт» паблик «Фред-гитар» «Хейт-комьюнити». Ну это паблик «ВКонтакте» с открытой стеной, то есть там просто пиздец в зале Жекала. Но опять-таки, если идти в обратном порядке, то увидишь всякие редкие вырезки того, чего уже, наверное, больше нигде не найти. Именно как вот первые разы, когда Фред еще был хайповым, свежим персонажем уважаемым. И вот как постепенно он записывает себя в статус абсолютного клоуна, и как с ним все ссорятся, как с ним все кекают, на нем все хайпят, как он злится. И в итоге принимает этот свой статус, становится успешным стримером, рассказывающим о том, как его предлагали в очко кого-нибудь выгибать. И спелые томаты, вот это вот все. Помню, журнал «Чип» поставил низшую оценку первому сталкеру, называв кривой копией Ксенуса с мрачностью Дум-3. Это не и есть Лона. Так, вот сталкеры рассказали нам пару анекдотов. Мы, собственно, сейчас находимся в ночи. Видите, тут скоро начнем цветать. Можно, между прочим, тут же открыть наш ПДЕ и посмотреть все информации, которые есть на сзоне. То есть, сначала, здесь карта, на которой очень просто и очень понятно все помечено. Здесь у нас текущие задания. Ведь убить стрелка, например, это одна из основных от скаута, да, то есть от того сталкера. Пара сталкер. Чай, крас. Понятно, что сталкер это не GTA, ни в коем случае. То есть здесь не моделировали весь город, но тем не менее основные узнаваемые локации, скажем так, там есть. То есть, есть это знаменитое колесо, есть, например, знаменитый отель разрушенный, театр Вангард и так далее. Все это здесь находится. То же самое. Вот смотрите, например, Припять, Рыжий лес, тот самый, который, кстати, в реальной жизни сейчас не существует, потому что его вырубили. Или вот, например, пожалуйста, тут есть дикая территория, так называемая. Ну, это тут местность, естественно, что название. Вот. Или чуть ниже будет такая территория под названием Свалка. Вот, например, место, где сталкеры по сюжету ищут всякие разные артефакты. Вот это основное их так хлебное место. Мне кажется, здесь артефакты не самые лучшие, но здесь в России проще всего. Ну, и, наконец, там стартовые зоны и так далее. Между всеми этими зонами существуют переходы. То есть, это не единый огромный мир, как, например, в Готике, а, скажем так, набор очень больших уровней. Причем уровни, связанные между собой этим. Потому что Пеннивайз имеет кучу снесенных каналов. Он тоже много раз с кем-то ссорился, мирился, скрывал из-за этого видоса. Поэтому по Пеннивайзу ты застанешь уже только более-менее наши времена. Именно классические оригинальные файлы смерти по гитарным воинам — это гитарист разумный. Переходами. По этим переходам могут переходить не только, например, монстр с соседних локаций, другие сталкеры и так далее. Другая есть под загрузки. А так это идиный мир. Помню, купил однажды журнал «Чип», когда страны игр не было. Лучше бы на эти деньги купил клей или ацетон, чтобы обнюхаться в подвале. Полезней для организма вышло бы, чем читать пауэр-юзеров ПК. И это что интересно, в этом мире реально замоделированные вещи. То есть реально сталкеры ходят на свалку за артефактами. Ну мы еще, я думаю, покажем лучше на примере, как все это будет выглядеть, замоделированные с мира. Давайте лучше вернемся к нашей игре. Ну, кстати, можно еще немножко походить по-паду. Например, есть дневничок, в котором сталкеры, собственно, пишут основные записки, например, кто я, где я и прочее. То есть в сюжетном моменте, если вы что-то прослушали, то есть в диалог, ничего страшного, собственно, все это здесь отображается. Но этот сюжет это не настолько важно. Вот, смотрите, тоже интересный фунт, контакты. То есть все сталкеры, которые отрицают по пути, отображаются твои контакты. То есть, соответственно, отношение к нему, твой рейтинг, с чем он себя представляет, по-тому самому имеет транкты. Кстати, орангар, в зоне существует около тысячи сталкеров современно. Все эти сталкеры — это не скрипты, ни в коем случае, живые, скажем так, живые страны существа, которые указывают о том, собственно, искусственный интеллект. В игре существует даже топ сталкеров. Собственно, отследствовать продвижение к игре можно взять заглядывание от экрана. Если он сейчас на первом месте, некий Макс, да, нет, нет, нет. У нас Ромко Плеер, короче, сейчас на первом месте. Ромко Идрок, какой-то из блатных сталкеров. А мы, соответственно, Марк 1 Меченый находимся сейчас на месте, я не подсчетом, как мы расти и расти. Рейтинг-то самарный ноль. Можно даже посмотреть статистику по нам. Ну вот, какие мы сейчас. Ну, будем проскипивать, смотреть, типа, вообще, ну, если это неинтересно, это дробно. Новичок, у нас ничего нет интересного. Я пытаюсь понять, стоит ли это вообще смотреть. Ну, они не убили, никаких артефактов, ничего полезного. Ну, и, конечно, только в игре есть также энциклопедия. Все, что вы узнаете от... В первом сталкере буквально нет сталкеров, собирающих артефактов, что они замоделировали. В зоне, встречая любого монстра, узнавая какую-то очень важную информацию, какой-то интересный слух. Находя какой-то артефакт, вы все будете находить в энциклопедии про это. То есть, видите, даже какие-то вещи, как вообще, в принципе, играть в игру здесь, что рассказывается. То есть, она постепенно расширяется. Как в Уфо, как в Икском. Да, то есть, что тут же... Периодически сталкеры начинают играть мелодии совершенно разные. Вот, например, вот этот дружок решил исполнить цыганочку. Дайте, посмотрите. Потихоньку настает утро, ставит солнце над зоной, и поэтому нам... Мне нравится, они уже вытянули 15 минут контента, просто выйдя от Сидоровича, стоя на месте возле костра и рассказывая про интерфейс. Как бы, ну, я понял, как они 60 часов, типа, на картинке, конечно, никаких, блядь, 60 часов не наиграли. Я думаю, стоит уже вообще пойти посмотреть. Вот сейчас посмотрите, кстати, еще в левую верхнюю часть экрана, там находится у нас карта, по которой очень просто ориенчивается в зоне. В целом, в этом постоянно находимся мы, а различными цветами обозначены или основные персонажи, или места квестов. Сидоровичка все время ухаживает направление выбранного текущего квеста в ПДА, так что очень удобная система пользуется. Сейчас мы пойдем получать первый квест у главы вот этого модели, начинающего с Таунтроса. Какую важную информацию, там буквально несколько абзацев с бредом, которые по рандому выдаются и повторяются у разных сталкеров. История про то, что Alive пришлось переделать, потому что за тебя NPC проходил игру, это миф. На самом деле, тупо не получалось делать то, что хотели, поэтому была только кривая симуляция. Да, это обзор в стиле Лебры. Вот у кого Лебра учился. Обзор. Вот тут карта, вот тут у нас статистика игры, а вот тут ходить на стрелочке, да. Мастерская аналитика от Кузьменки. Вот если у вас, если у вас в помещении и у вас в руках шотган, то это чистый дум. А если автоматы в поле, то это Дельта Форс. Ну это типа файлосмертный, Громания Ивана, это потерянный марафон по сталкеру. Сдержание, вы прекрасны сами. Помочь ему. Начинаем идти к ним. Я вообще решил не трогать озвучку, кроме ключевых вот этих квестов. То есть они решили оставить все русские маты и прочее. То есть типа это говорит, что такое. Это просто первое знакомство с Зоной. Тут вот я шел, вообще боялся всего. То есть непонятно, что будет за следующим поворотом. Кстати, мне было особенно интересно смотреть этот первый уровень, потому что я-то играл в Станкер очень давно, когда делал финальный счет. И очень интересно было бы смотреть, как изменился. А ты изменил все абсолютно. То есть осталась только концепция, что ты выходишь из бункера торговца, и вот есть там форпост, да, военных, и это все, что связывает старое и новое. Ну все равно не 60, Лейдрон. Ну типа, все равно игромания пиздит, когда говорит, что они прошли игру за 35 часов, и это они ее пролетели. Ну то есть они ее, походу, не прошли, и просто взяли цифру из головы. Да, ну чистый дум, больше на эфир похоже. Русская игровая журналистика ведь тогда еще могла, не то что сейчас. Да, сейчас они могут говорить только найс, изи-пизи, уху. То есть вот ребята летали и решали убивать нас или не убивать? Да, то есть чуваки сейчас решили что-то связываться с нами в смысле нет? Ну это скриптовый момент, это будет происходить только когда вы сюда вот приходите. То есть там впереди есть скрипты сюжетные, но они именно работают на добавление атмосферы. Что это от собаки хочешь? Смотрите, тут местная собака. А мы только что расстеризовываем вот этого. Чувака и тебя. Так как у нас нет оружия, от нее можно сбить и сжать. Животные все остались в зоне своего обитания. Вот твоя благое оружие. Вот твоя благое оружие. Да, в помещении найс, а если тут оружие, то изи-пизи. То есть этот конкретный сталкер теперь считается вашим другом. То есть, словом говоря, он при зеленой точке обозначается на карте и может в случае чего, например, вам помочь. Если на вас попадут какие-то собаки, он будет где-то рядом, то он бежит, чтобы вам помогать и как-то еще им в ситуации. Так, ладно, мы в это время пока оставим этого сталкера и пусть идет своей дорогой, а мы отправимся на выполнение, собственно, нашей лиси. И так, надо ориентироваться теперь по указателям на карте. Вот, кстати, наш бандит, из-за общего остальных сталкеров. Сталкеры, судя по точкам, вообще на одаре дружественные. Вот, собственно, они. Они готовятся на бандитов напасть. Ну что ж, можно сказать, что я, в принципе, готов и поехать. Да, больше ничего сказать нельзя. Сколько бандитов в лагере? Окей. Нет, он не поможет, это вообще ни на что не влияет. Нам надо сейчас выбить бандитов из закупленной зоны, но сделать это довольно сложно, потому что… Ну что, у нас что, один пистолет? Да. А наши люди, они все… Надо выключить обязательно. Собственно, здесь надо быть очень осторожным, потому что у нас сейчас нет ни нормального оружия, ни нормальной брони, а бандиты все-таки… Так, вот видите, просто такой умный телек. Смотрите, его нет, он просто убежал. Проходить сталкеры, как обычный шутер, выбегай и расстреливай всех молево направо, ну просто нельзя. Надо, кстати, снять с него оружие, с этого бандита. Так, и быть очень осторожным. Оружения тут… Так, когда он ранил свою пушку, интересно? Вот. Прикройте! Прикрой меня! Спасибо тебе! Здесь происходящие силы противники, поэтому, как бы, очень интересно, можно залезть на чердак. На чердак, потому что там всех наших дружеских сталкеров, ну и они по-любому трупы. Типичный диалог с половиной четыре. Первое – найс, второе – изи-пизи, третье – окей, четвертое – сарказм, в скобках – окей. Ля, боли, ведом! Кстати, да, в игре можно делать такое вот очень лёгкое увеличение, прицеливание, которое сильно увеличивает… В общем, работает по принципу, как во многих современных шутерах. Бежим, прилегаем, настреляем, вот, слышите? Рикошет. Отлично. Ну тут стоит сказать, что первоначальные битвы достаточно лёгкими, но потом в игре придётся сильно попотеть, потому что уровень противников и хума растает. Смотри, куда он делся. Куда-то он мог сбежать. Пацаны! Пацаны! Я всё стал первым собрать. Не могли томата. Ну так компы тоже не особо могли. Не, очень атмосферно. До сих пор атмосфера сталкера просто охуенная, вот когда у какой-нибудь заброшки, и тут начинается дождик. Лично может тут всё собрали, ничего не забыли. Так, теперь пойдём, собственно, спасём вашего приятеля. Кстати, вот пушку ещё лучше в зоне всё-таки убирать, и не носить вот этот гидр, потому что не пристал, там могут бежать, если вы будете разговаривать с кучей рука. Станкер, я готов! Я о тебе, брат. Я никогда не могу... ...информация, которая нам нужна была. Попрощались. Да, Станкер продвинутый, таскаешь всё на флэш-драйвах. Заодно можно ещё поговорить с ним и какую-нибудь работу дополнительную взять. Видите, например, он нам только что заказал там выполнение дополнительных квест и так далее. Я не заинтересован в работе. Увидимся, до свидания. Не-не, они играют на англюсике, потому что это какая-то ранняя версия. Короче, какую прислали, в такую играют. Они не выёбываются. Это дорелизная версия, вероятнее всего, вообще. Найс. Очень нравится. Изи-пизи. Непренды. Спасибо, новичок. Витаю. Зумерки уже сплять. Самый час поговорить и про справжний олдскул. Верт, скажи, только честно. Сколько будет 9 помножить на 3? 27. 7 помножить на 8. 4 помножить на 6. Что думаешь, приводит 12 помножить на 12? Что лучше, один раз вивчать в школе 8-8, или каждого разу додавать? Рок и кок. Я выбираю каждого разу додавать ирок до кока. Это очень узнаваемо, все эти бочки и так далее. Знакомы каждого, кстати, у человека. Да, и вообще, зачем учить таблицу множения, когда на айфоне есть такой удобный калькулятор? А скоро на айпэде всего, спустя 14 лет после релиза айпэда, тоже появится калькулятор. И на свитчей оплатный калькулятор есть. То есть тут бегут собаки, их только разогнал, а ну на табан, видите, они попадают там на аномалии. Там вот есть вот такая небольшая аномалия, посмотрим ее поближе. Вот. Сейчас посмотрим, что происходит. Стоять, стоять. Он сам серьезно спугал, где вся аномалия должна включать. Видите? Впереди небольшая аномалия. Ну ладно, консоль открыли. Можно попробовать некий блок, видите, получится. Ну, сказать, что действительно часто нужно делать, просто проверяя, проверяйте, можете его... Любой продукт в этой территории. Действительно, очень полезная. Вот, кстати, их уже кого-то съели. То есть, при этом сталкар тоже был, мейк-персоражем, кучу собачки его загрызли. Бегать по зону, а вы особо не помехали, что-то. Да, ну, раньше, ну, на стартовых уровнях, конечно. Ну, и по знакомым местам. Хотя, опять же, всегда есть опасность. Сейчас у многих людей с мощными видюхами столкать жестко лагает и трахает тупо одно ядро из-за кривого движка. У кого среднее железо и 60 фпс стабильных. Одним словом, аномалия. Так, получаем обратный квест. Господи, я пошел герутами показывать, но, дальше, что делать? Обывалый, как золотит радостно. Во, я же говорил, влежут, влежут что-то на море. Так, вот, собственно, возвращаемся к Сидовичу, откуда он начал играть. И, считайте, выполнен первый квест. Кстати, принятие торговцев обязательно... Да, Клонбот, это тоже запись. Как и во всех защищенных местах. То есть, если вы в лагере станкеров достанете оружие, вас немедленно попросят его убрать. Причем в грубой форме. Собственно, Сидович только что нам дал еще один сюжетный квест. Мы его можем выполнять. Мы еще немножко продвинем дальше по сюжетной линии. Сюжетная линия у вас в этот раз, мы всем с вами о чем-нибудь. Надо интереснее ее пройти самому всегда. Так что... В игре семь концовок. Пять из них ложные, две настоящие, открывающие дополнительные уровни. Так что давай покажем какие-то интересные места. Две концовки в Сталкере, которые открывают дополнительные уровни. Только что мы оказались на улице, назовемся Валкар. Собственно, здесь Сталкеры в основном собирают. Это второй уровень после соседней зоны, с первой. Здесь очень мне нравится. Все неожиданное. Вот бандиты остановили Сталкера и пытаются отнести с нее деньги. Да, но я, кстати, подумал, что это ученый. Нет, я тут просто новичок. Ты от меня не уйдешь. Я достану тебя. Слыши, Иван, все. Сталкер отстреливайте. Это типа как полустрим. Это они наговорили на камеру, а потом выложили видос в интернет. Готов. Это кто его убил? Ты его убил напарник. А, вот он у меня, он не выжил. Вот, он выжил. Можешь с ним поговорить теперь. Что он там скажет? Так, что здесь происходит? Вот он говорит. Это неправда. Ты же либо монолит дрочишь, либо сломан. Ну вот, мы услышали, что кто-то на сломанке просит помощи. Да, и, соответственно, теперь они ждут, когда мы придем. И, может быть, как-то сможем им помочь. Но прежде чем мы пойдем... Да, это как записи стримов на треш-троне. Наверняка включим фонарик и просто пытаемся обыскать эту трубу, чтобы хотя бы найти какое-то нормальное оружие. Так, ну что ж, пошли на свалку, где сейчас с минуты дожидается нападение бандитов. Страшно. Реально страшно. Вот она, эта самая свалка. Сейчас здесь ночь. С ночью она выглядит не очень презентабельно, но вот эта техника. А вот, собственно, и командир того взвода, который нас позвал. Зря они, конечно, наверное, сюда пошли ночью. Да, наговорили на камеру, через час выложили в интернет. Кого-то это напоминает, как будто какой-то сандаленосочный кто-то там так делает со своим точно гетеросексуальным другом. Настоящие братки, то есть штаны с лампасами, все как по-моему. Так, вот, кажется, они идут. Слева бежит. Прибежал, разведчик, говорит, что бандиты идут. Так, все, занимаем позиции. Станцы на горизонте, сейчас они заходят. Сейчас они заходят с той стороны. То есть наши ребята собираются, занимают позиции и выжидают, когда бандиты как-то ближе. Так, у нас сейчас оружие в лицо не было в руках. Ну, ничего, ничего не соваться, я все выжить в фонарь. Дайте на их посмотрим. Ну, собственно, там, грязненько не видно, но там, там, вот они уже бандиты. Так, идет, собственно, гитлор. Начинается, что сложно забраться, кто здесь кто, поэтому нужно ориентироваться к этому послушкам. Вот, например, один из наших клиентов. Уже упал. Так, смотрим, что ты здесь. Один из наших клиентов уже упал. А, вот. Найс. Питаем с прятой заседникой. У бандитов не очень крутые пушки, поэтому вряд ли они прострелят железную броню к вертолету. Дайте угадаю, в Сталкере нет механики, чтобы крутая пушка простреливала блядский вертолет. Это чисто Кузьменко роллплеит. То есть, битвы в Сталкере местами ночью очень позиционными, и буквально вам приходите мне эту позицию по несколько раз. Смотрите, например, он пытается с той стороны обойти, но еще не знает, что я здесь поджигаю. То есть, двух выстрелов на Сталках обычно хватает. Напольник уровнях дробовик, вот этот уже, конечно, не решает. Водит, ты из первого. Сносите легко. Вот, пожалуйста, один выстрел. Водит готов. Так, второй, он меня не заметил, поэтому... У него же МП-5 есть. Чего он без МП-5 гоняет? Есть такая механика, тебе нужны бронебойные патроны. Серьезно, можно пробить насквозь вертолет? Так, вот это была свалка. В случае, если можно было ГРАС в Сталках, давай попробуем отвечать на вопросы про нам, читатели задали на форуме. Нео, с восклицательным знакомым. Нео? Да. Нео, да. Окей, так, что спрашивают? Спрашивают много ли... Не, у Тохи, походу, этот, Vivo. Не Vivo, Вайо. Короче, выебосный, оверпрайснутый, дорогущий ноут от Sony. С безумным Sony-инжинирингом, который суперебано разбирать для обслуживания. Ну, короче, Тоха всем видом показывает, какой он боярин. Не, стоп, он не на геймпаде, он с клавомышей играет. Побочных квестов, насколько они разнообразны и, ну... Да, коллаж бронеубойными патронами ЧАЭС насквозь шьет и все осознание убивает. Ну, в тех шизоидных сборках модов, что я тебе говорил, ты по пять вертолетов за квест роняешь. Это какой геймпад? В 2007 какой геймпад? Я уверен, что Сталкер 2007 геймпад не поддерживал. То есть практически каждый второй Сталкер вам может дать какое-то задание, каждый второй более-менее важный NPC и может дать какой-то дополнительный квест. Разнообразие, я не скажу, что у них совсем великое, в основном квесты стандартные. Пойди туда, убей того, возьми это, отнеси здесь или отправься туда, выясни, что там происходит. Другое дело, что перечистость может происходить забавное в течение этих квестов, но большинство дополнительных квестов достаточно схематичны. Так, следующий вопрос там был, по-моему, про глюки. Так вот, про глюки это вещь очень интересная. То есть про глюков все спрашивают, у Сталкера как будто ждут уже, да, вот как вот после игр прошлого года, да. Хорошие игры, к которым издатель серьезно относится, они так делаются, чтобы в них не было глюков. Да. То есть в релизном Сталкере глюков не было, значит. Да, кстати, это во-первых. А во-вторых, в Сталкере я за всю игру, я прошел игру полтора раза, что называется, то есть я сейчас уже второй раз ее прохожу. За всю игру я встретил только один раз глюк, у меня кровосос чуть-чуть провалился в текстуру, но это глюк просто настолько банальный для современных игр, что я его даже, честно сказать, и не заметил особенно. Вот, игра не зависает, она, интеллект не багует, какой-то тупости в ней там нет иногда, как, знаете, случается, когда умный интеллект слишком, он слишком глупо начинает себя вести в определенные моменты. Я не могу сказать, что игра заглючена, я не видел, не глюк. Рафа видел, он, правда, и в игру не играл, но все равно глюки видел, если вы понимаете, о чем я. На самом деле, если вы встречаете игру с глюками, то, значит, просто издатель в нее покласть. Да, значит, просто издатель... Значит, вы просто не моя аудитория и не аудитория этой игры. Мне на вас срать, срать и вообще по-всякому покласть. ...походил гнал разработчиков. Это касается кросс-платформы, это касается некоторых... Готики 3. Да, да, Готики. Да, и сюжетные NPC в сталкере точно не умирали от того, что решили постоять на костре. Ну, там у них особый... Ну, там особый был случай, это, да, отдельный совершенно, конечно. Вот, так что, а здесь люди хотели сделать качественный продукт, они его сделали, вот. Там, я читал, кстати, еще люди часто спрашивают, что... Можно ли будет играть до первой пащи? Можно, нужно, так что я... Я не уверен, что я вообще буду ставить какой-то пащи. Бедные... Не, меня это вообще удивляет. Бедные люди их замучили. Пащи, это вообще кошмар. Нельзя так жить вообще. Байкотируйте проекты личные. Да, просто не играйте в... Пускай, сколько бы хорошего Готика не было, не надо в нее играть, если такое свиньство со стороны разработчиков. А как же Тоха запел про Киберпук? Когда люди просто не захотели играть в забагованный Киберпук. Давай лучше следующий вопрос. Да. Леонео... Леонео, другой Нео. Да, другой Нео. Ну, отлично. Спрашивает, с чем игру можно сравнить прежде чего? Fallout. Fallout — это первое, что приходит в голову. А мне вот что-то Oblivion. Обливion? Да. Ну, ты знаешь... По количеству багов? Обливion — он такой, по атмосфере, все-таки фэнтезийный. Атмосфера... А, я имею в виду по... Потому что он от первого лица, я не знаю. Ну, ты знаешь, например, я когда вот думал, чем их сравнить для рецензии, мне вообще в голову пришло несколько сразу игр. То есть, одинаково можно сравнить с Fallout, с Oblivion, в том числе, с, как ни странно, Готикой, в том числе, третьей, с... Ну, с Готикой можно по количеству багов сравнить, это точно. Delta Force. Сейчас с любой, практически, частью. С Fear, с Doom... Желательно из ранних. И с местами даже Fear или Prey можно сравнить эту игру. И Fear, и Prey, господи. А с Burnout Paradise можно сравнить? То есть, в ней есть очень удачные элементы практически всех этих игр, но Fallout — это... Это практически... Мало того, я уверен, что игра Stalker у нас в России будет примерно то же самое, что в свое время у нас был Fallout. То есть, это будет культ очень... Здесь угадал. Надолго, если не навсегда. Будем надеяться, что не только у нас. Вообще, я разговаривал... Да, кто мог подумать, что спустя... Сколько? 14 лет, да? Каких 14? Спустя 16 лет, школьники, буквально выросшие на Stalker, будут воровать у Григоровича билд второй части и пытаться шантажировать его, выдвигая какие-то шизотребования. С DC, они говорят, что THQ планируют на Западе продать 700 тысяч копий. Вот сейчас... Это очень немало. Да, и будем надеяться, что это удастся. Спустя Танкер достоин. И возможно, благодаря тематике он даже выстрелит вот еще больше. И мы увидим еще не одну игру. Я надеюсь, реально, надеюсь, что... У нас сейчас есть уже информация, которую мы, правда, не можем толком разглашать. Но как то, что JC в настоящий момент уже думают. Думают еще над играми в Чернобыльской вселенной. Думают. В общем, читайте игроманию, мы скажем, как только они надумают. Первые. Это обычный. Он же Леонео. Многие спрашивают, насколько интересны аномалии и вообще как они работают. Ну, как сказать. Аномалии — это не основной геймплей Stalker, ни в коем случае. Это просто небольшой бонус, что ты можешь разнообразить в геймплей. Есть действительно достаточно интересные. То есть, большинство аномалии — это что такое? Это ты заходишь в какую-то опасную зону и, например, тебя разрывает на куски или пронзает электричеством, или просто относится куда-то в сторону. Или радиация очень сильно букает, тебя так что-то начинает. Просто в глазах темнете в этот момент. То есть, они бывают самые разнообразные. Есть вообще жуткие аномалии. Про них рассказ не будем. Лучше увидеть самому. Это будет очень неожиданно, если тут вляпаетесь в такую. Но в целом они не основной геймплей игры. Им, как мне кажется, сейчас в длину гораздо меньше внимания, чем G-Sim уделял, например, в 2003 или 2004. На тех стадиях разработки Stalker. Но вообще с ним гораздо интереснее. Особенно аномалии хорошо проявляются, когда вообще пахнет жареным. То есть, сейчас какие-то сильные перестрелки. Ты просто складываешь оружие, начинаешь смочить убегать. Твои противники попадают в аномалию. Ты сам попадаешь в аномалию. В общем, в каком-то кошмар. То есть, это очень разнообразно. Вообще, надо сказать, что аномалии тактическое значение имеет большое. То есть, например, убирают группу врагов. Можно завести их в аномалии. Их всех порвет. Потому что они-то стараются обойти. Но, как и сам игрок, могут не заметить. Просто и вляпаться. И еще я хотел бы сказать. Мне кажется, что аномалии шикарная. Просто идея в том плане, что она тебе не позволяет бегать по игре. То есть... Да, короче, когда игра вылетела на ровном месте, то просто аномалия внезапно напала. Ты... Да все баги-то и есть аномалии. Их настолько много, что если ты просто нажмешь кнопку бежать, то 100% просто вляпаешься. Нет, ну это, на самом деле, кстати, преувеличение. То есть, я хочу сказать, прошедшую игру. Могу сказать, что их не так много, как, в принципе, кажется, с самого начала. И просто, впоследствии, когда ты немножко выграешься, ты научишь их определять уже просто по одному писку. То есть, по слабейшему треслу тоже... И Тоха такой сидит, блядь, Санек, завали ебало. Ты че меня палишь? Я хотел пробросить классическое вот это вот, что не, ну на самом деле... А Кузьменко такой, да не, их не очень много, ты в игру вообще играл? Тоже поймешь, как лучше поворачиваться. То есть, вообще, маршрут сталкера вот уже на более поздних стоят игры вылетит вот так вот, как пьяного. То есть, ты начинаешь вот так вот ходить, что-то тебе абсолютно комфортно в этом. Но шутерный, конечно, это стандартный рефлекс. То есть, есть дорога, надо пойти по дороге, есть дверь, надо пойти в дверь. Они быстренько этой игрой вообще смываются. Потому что в сталкере совсем другие рефлексы, уже не как стандартный шутер. Ну, я еще со своей стороны замечу, что есть очень интересные места, где аномалиями вообще вот просто, как, не знаю, игра в сапера. Ты вот пытаешься вот очень узкое пространство, где ты можешь реально по болотам, например, пройти, кидая болты, просто вот прокрадываясь буквально вот, как, не знаю, щечком в геге, в мере радиации. Вот проходить, и это очень атмосферно. То есть, ты вот буквально вкрадешься, но потом, естественно, узнаешь все больше и больше зону, и уже... Ну, тут всегда еще надо... То есть, когда привыкнешь к аномалиям, становится easy-peasy. У-ху! Много аномалий, там наверняка лежат еще хорошие артефакты. То есть, в принципе, игра сама заставляет тебя ходить по аномалиям, потому что аномалии лежат от правдивого радиации и всякой опасности. Ну, еще дежурный вопрос от Шакала. Шакала? Да, от Джакала. Разнообразно ли оружие? Оружие. Слушай, почему ты себе думаешь, что в игре есть техника? Как-то вроде... Как-то стало, вроде... Потому что обещали технику много раз. Год назад еще заявили, что ее не будет, и как-то люди... На самом деле, пиздить билды сталкера – это очень старая традиция сообщества. Сколько билдов в «Тени Чернобыля» достали фанаты – не счесть. Там реально десятки сборок. Вот, кстати, интересно, довели ли до ума, условно говоря, тот самый сталкер мечты, который вот... Paradise Lost, который обещали когда-то. Да, технику в роликах показывали. То есть, есть ли максимально баг-фри, максимально комплектная сборка, скажем так, со всеми теми локациями, которые должны были быть с техникой работающей и так далее? Да, Шварц, в курсе. Ты знаешь, сталкер сейчас, на самом деле, просто так уже овеян легендами со всех сторон. Фанаты достали и диздоки сталкера в виде доков в ворде. Лол. Я удивлен, что там будут ждать... Но не без багов. А, окей. Доброе утро, Мосби. Там, Ксюша Собчак, там, Ктулху, там, где-нибудь спрятан, там, обязательно. А сами, например, если рассказывать, что одна группа фанатов... Что? Какая Ксюша Собчак? Какой Ктулху? Чё? Где-нибудь спрятан, там. Будет, и как-то люди до сих пор... Мы уже много раз встали. Вроде мы об этом тоже уже писали. Год назад ещё заявили, что ее не будет, и как-то люди до сих пор ждут. А, ну раз люди пропустили, что вы писали, что технику, на которой сталкер всегда пиарился, не будет, то вот тупые люди не вкурили. Знаешь, сталкер сейчас, на самом деле, просто так уже овеян легендами со всех сторон, что я не удивлен, что там будут ждать всё время Ксюша Собчак, там, Ктулху, там, где-нибудь спрятан, там, обязательно. А сами, например, JSC рассказывают, что одна группа фанатов, очень увлечённых, уверены, например, что они сделали мир абсолютно целый, как в Готике 3, то есть не соединённые коридорами. И только, значит, потому что мощности современных компьютеров не хватает для того, чтобы его обрабатывать, именно поэтому игра была разделена. То есть вот такая версия есть у фанатов, но, естественно, не соответствующая реальности. Так что, в общем, сейчас теории про сталкер много. Ну так вот, насчёт оружия. Оружие в сталкере действительно очень разнообразное. Во-первых, всем фанатам, что называется, русского оружия игра это просто строго рекомендуется, потому что там... Кстати, адекватной техники нигде нет, так по ней тупо негде ездить, кроме одной вырезанной локации. Ну, я помню эти демонстрационные видео, где они там вообще разгулялись, где у них была физика машин, там, подвеска работала и вот это вот всё, но это, походу, были просто чисто технодемки технодемок. Friendly Reminder был сворован даже билд Stalker 2 из 2011-го. А есть какой-нибудь качественный лоровец сталкера, не сильно ватный и не сильно в камуфляже горка, который бы это всё обозревал, чтобы не нужно было самому куда-то лезть смотреть? Все разновидности, например, старого доброго Калашникова, там есть пистолет Макарова, ну и прочее. Вспоминает оружие с первой зоны. Ну, что там есть? Ну, вот Калашников, Макаров, вот МП-5, двухстволок, ну что вам много? Мало, что ли? Ну, ребята. Вообще всякая наша техника, стоящая вооружение и Советская Армия. Оружие в основном, конечно, советского производства, оно с кучей всяких навесных гаджетов, то есть вы можете, например, к автомату повесить какой-нибудь оптический прицел, например, или ещё какую-нибудь бандурину. А ещё в игре есть совсем, в общем, занимательный очень вид оружия, это так называемое артефактное оружие. Это... Лучше не рассказывать, конечно, об этом, это лучше само видеть оружие. Вот только один спойлер сделаю небольшой. Собственно, там есть, например, пушка, такая экспериментальная в Сталкере, которая один в один передрана с Гауссгана из Fallout. Ну, не сказать, что передрана, но, в общем, скопирована, скажем так, творчески позаимствована, но просто узнавание стопроцентное, когда ты её хватаешь в руки, в общем, Fallout от первого лица. Да, эти люди, по их словам, прошли игру два раза. Кстати, у меня ещё есть такая теория, что... Изначально локаций были намного больше, там нужна была техника для езды, но железо не вывозило такие локи, поэтому их порезали. Машины не стали доделывать, но восстанавливаются они правкой в скриптах. Fallout 3, вообще, тем, который у вас, Bethesda, который хочет сделать, собственно, он уже вышел, это называется, Сталкер, буквально. Да, а, кстати, не раз говорил, что Bethesda, по привычке, будет Fallout 3 делать от первого лица, и я думаю, что интересно вообще... Интересно, вы посмотрите, что вы представляете, что вы представляете? Да, да. Сталкер или Сталкер? Надо сказать, что вот лично мне Сталкер... Да, спойлер, в игре нет оружия, артефакты, и Гаусс-пушка — это литроли единственная необычная пушка. Намного больше, чем тот же Обливин, потому что Обливин — очень искусственная игра, внимание ручного. А Сталкер, он помнит то, что у него тут про симулированную жизнь, что есть какое-то постоянно меняющее разнообразие, она ещё и срежиссирована, то есть есть моменты, которые хорошо поставлены, и их плотность очень большая, то есть именно квесты заранее придуманы и прочее, чего нет у Обливин. Как раз Обливин скучнее намного игра, здесь каждые пять секунд что-то происходит. У Сталкера есть очень большая атмосфера. В отличие от синтетического... Ну, Обливин, как и все остальные синтетические блокбастеры, в нём есть всё, но... Синтетические блокбастеры. Вот кроме вот чего-то такого. Ну да, тут всё понятно. Вот, Тимар спрашивает, как видит Припять в её финальном виде? Жень живая. Достаточно атмосферно выполнен сам город, и интересно ли по нему бегать? Ага, ну что ж, всё очень просто. Как человек, бывший в Припяти два раза в своей жизни, в настоящей Припяти. Могу сказать, что, во-первых, она очень похожа на настоящую, действительно очень атмосферно сделана. Это, конечно, неполная симуляция города, то есть это не ГТА ни в коем случае, не копия, но какие-то узнаваемые элементы, моменты, улицы, дома, здания, всё это в игре есть. И Крифти выглядит очень здорово. Это один из последних этапов игры, одна из последних зон, когда вы уже придёте, когда будете не зелёным сталкером, а таким достаточно матёрым сталкерищей зоны. Да, а вот товарищ Nightman47z. Чёрт возьми. Ребят, мы регионы суперские, да, книги вы изобретаете по часу. Пример Серёжа. Да, естественно, да. Хорошо. Из Перми, например, да. Кстати, никто не подписывается. Ну хорошо, товарищ Nightman спросил. Nightman спросил. А насколько зависит концовка от стиля прохождения игры? Игромания больше всего в релизном обзоре хуисосила систему Alive, но игра живая, не забывайте. Ну, я помню, там реально... Вот, кстати, можно будет, наверное, так сказать, закрыть тему со сталкером, вспомнить ещё рецензию Кузменки. Я помню, там реально были просто вершины копирайтерского мастерства, вот, что там вот... Бля, почему-то я до сих пор с 2007-го почти цитату помню, что... Вот, это как РПГ, но если в другой РПГ вы прокачаете своего персонажа, то в сталкере вы прокачаете себя как игрока. А вы лучше научите быть, там, выживать в зоне и бегать в ней, вот это вот, да, вот, просто... Очень тонкий вопрос. Я, на самом деле, поостерегусь на неё сейчас отвечать, потому что, как минимум, нужно игру два раза пройти вообще, чтобы вот этого сказать. Но, насколько я понял, после первого прохождения зависит. То есть, каким будет твой сталкер, таким будет и концовка. То есть, если ты злой, то... Если ты злой, то будь злой. Скажу так, я не буду раскрывать, какая у меня была концовка, потому что это в интернете и так уже наделало достаточно много лишнего шума. Но мой сталкер показался достаточно алчным и мерзким к концу игры. Ну, несколько плохих поступков поступал, в принципе, за деньгой гнался, денег собрал много. Кстати, интересный момент. В зоне ходят русские рубли с Лениным. Русские, советские. Старые советские рубли с Лениным. То есть, потрясающий винтаж. Так вот, мой сталкер был очень жадным, очень злым, таким мерзким. И, собственно, зона ему в конце за это всё дело достаточно жестоко отомстила. Поучительная, в общем, такая концовка. Она, кстати, была ложной. То есть, моя концовка была не настоящей. Действительно ли... Блин, хочется в сталкера теперь поиграть. Там есть вот такие чёткие связи. Ты поступил плохо, и это что-то изменит. Артефактное оружие — это тупо уникальные версии стандартных пушек с бафами, и те были вырезаны по итогу. Может, проведёте стрим по сталкеру, управляя меченым ковриком для танцев? Всё равно лучше играть к Кузьменке будешь. Не поверишь, примерно то же самое говорил Макаренков про Dark Souls 2. Мол, качается игрок, а не персонаж. Это такая глубокая мысль для игражура, конечно, что вот нужно быть 30 плюс игражуром с опытом большим, чтобы до неё дойти. Концовка с жадностью — это концовка, которая получает тупо 95% всех игроков. Кстати, по-моему, я тоже что-то такое получил. Ну, я напоминаю, что я играл вот в максимально проклятую, слитую первую пиратку, то есть, может быть, это даже было предрелизное, в которой, кроме миллиона багов и в целом низкого уровня производительности, был инвертирован уровень сложности. И поэтому я дропнул честное прохождение уже на свалке, потому что тебя просто постоянно ваншотили, а патронов нету. Ну, не ваншотили, но, короче, ничего нету, и чем больше ты снижаешь уровень сложности, тем сложнее становится. В итоге я с годмодом просто пробежал игру, тоже, типа, где-то наломалось, где-то падал, ну, просто для галочки, тоже ни хера не понял, ни с кем не говорил, кроме необходимого, и вот получил концовку, вот тоже с жадностью, поэтому, но, в общем, сталкер надо будет нормально пройти. В игре экономика сломана. Чтобы получить эту концовку, надо просто немного торговать, и ты скопишь достаточно, чтобы ее получить. Там не так уж много денег надо, чтобы получить концовку с деньгами, а все остальные надо прям знать, какие условия выполнять. То есть, короче, прежде чем идти в последний поход, нужно будет скинуть все бабки, если я правильно понимаю, и, типа, чтобы у тебя их не было в Припяти. На самом деле, в игре просто сломана экономика, и деньги под конец игры исчисляются сотнями тысяч рублей, которые не на что тратить. В итоге все получают концовку с жадностью. Ну, ты знаешь, могу тебе сказать, положа руку на сердце, я их не заметил. Вот, хотя, в принципе, они настоящие. Кого? Действительно ли там есть вот такие четкие связи, ты поступил плохо, и это что-то изменит? А, вот. Ну, ты знаешь, могу тебе сказать, положа руку на сердце, я их не заметил. Вот, хотя, в принципе, они есть. Ну, общие отношения, общая репутация на все влияет. Самый банальный пример, что если ты хамло негодяй и убийца, то продавец тебя просто будет вкручивать на патроны такие цены, что лучше бы ты им не был. Это правда или нет? Ага. Друзья, многие очень спрашивают про графику. Вот, ибук, да, Сталин? Ну, смотрите. Смотрите, пожалуйста, кадры. Графика великолепная. Графика хорошая, и мне кажется, что это далеко не самое важное, что может быть. Чтобы вот игра, которую ждали столько лет, ну, как бы... Для тру-концовки нужно и нужно тайник меч, но найти в Припяти. Что вы спрашиваете? Есть скриншоты, но скриншоты это очень похоже, на ролики это тоже очень похоже. Красиво, на PC действительно игр не много, настолько же атмосферных и красиво. И самое главное, с такой душой и стилем нарисованным. Ну, простой вопрос, да, затягивает листон, несмотря на прошедший год. Ну, мы можем ответить... Не то слово. Не то слово. Что-то совершенно страшное. При этом, при всем, я игру, что называется, даже пробежал. При этом, прохождение всего Сталкера мне понадобилось 35 часов. Что по меркам игры очень-очень мало. Вот хотя по-хорошему, на прохождение Сталкера нужно потратить 50, 60 и 80 часов. Второй раз я собираюсь сейчас, собственно, поиграть уже подольше. Whitebird спрашивает... Ты делая птицы? Да. Сколько Сталкер похож на Xenus? Насколько Сталкер похож на Xenus? Я не знаю, я не играл в Xenus, честно сказать не знаю. По глюкам не похож на Xenus. Да, я тоже пытался играть в Xenus. Ну, точнее, да. Я пытался, естественно, играть. Даже местами мне нравилось. Нет, Сталкер куда более проработанная игра, совсем не похожа на Xenus. Кстати, Xenus много умного GTA поедет, пострелять. Да не пиздят, не было там 35 часов в мозге. Мы этим эмпирическим путем пришли к выводу, что они продолжают пиздеть про Сталкер. Как, собственно, потом признался Кузьменко, что писал рецензию, как бы, просто побегав пару часов и никаких 35 часов там нет. Может, они обозревают зов Припяти из будущего? Совсем другая игра, она пешая и она гораздо больше RPG и атмосфернее и, в общем, совсем другая. Не похожа. Не похожа, да, я бы сказал. Кто или какая группа, Верка Сидюрочка и Виагра, написали саундтрек к игре? Я, честно говоря, не знаю. Это Тёмич спрашивает. Откуда взялось вообще такой вопрос? Потому что... Ну, типа, украинские исполнители знаменитые. К игре саундтрек писал Музу. Известный достаточно игровой музыкант. Отличный саундтрек. И здесь игра просто практически шикарнейшая. Это, наверное, лучшая эмбиент работа, которая была. Я должен сказать, что еще и звуковая, звук в игре, работа над звуком просто фантастическая. Потому что, ну, не описать. То есть, на 60-70% атмосферы создаётся благодаря звуке и музыке. То есть, вы снимаете наушники, и сразу уже картинка совершенно... Ну, тут простой очень пример. Даже стоя посреди, например, зоны в полной темноте, он становится настолько жутко от этих воев, скрипов, каких-то утробных совершенно рёвов на заднем плане, что атмосфера, конечно... То есть, грубо говоря, вы заходите в пустой ангар, и вы чувствуете, что он пустой. То есть, я вот до сих пор помню, я такой... Первая встреча с мутантом. Иду по ангару налево-направо, там такой сарай. А налево-направо, вот такой разворачиваюсь, и тут он так начинает стрелять, а сама эта штука испугалась, короче. Это плоть была, да? Да-да-да-да. Убежал, но я такой за ней гонюсь. Они сейчас заговорили про музыку, и меня накрыло волной воспоминаний о каком-то бесконечном цунами говнерэпа по мотивам сталкера. Кстати, да, можно будет заслушать пару тьеков. Убегая из этого, ну, такого длинного, да, сарая на улицу, и тут птички поют, всё такое. Вот, и она убежала, испугалась. Ну, и вот этот переход, как будто из сирового помещения, это настолько вот про... чувствуешь, что... Вот внутри эндоров, кстати, ты ещё потом дальше посмотришь, особенно внутри самой станции четвёртого реактора, там, конечно, тоже звуки делают очень сильно. Когда ты идёшь по четвёртому реактору, слышно свои шаги, и ты их сам боишься, даже в «Кандем» такого не было. «Кандем-то-то кал». Вот, а ещё с плоти-то интересно было. Я, в общем, отвернулся, короче, и слышу, в кустах, оборачиваюсь, а она на меня нанесётся. То есть она такая подлая. То есть ещё больше впечатляет то, что они все с характером животные. Искусственный интеллект очень разный, зависимости от животных, там, от сталкеров даже, от группировок. То есть, например, какие-нибудь сталкеры из группировки «Монолит», которые пойдут позже в игре, это такие, знаете, религиозные фанатики, которые тронулись на религии, они все придумали новую религию, поклоняются, условно говоря, тому нечто, что живёт внутри реактора, не будем пока расстрелять остальные тайны. Вот, эти люди, они, например, очень прямолинейно действуют, они очень тяжело вооружённые, то есть редко прячутся, больше прудут на пролом, предпочитают такой ближний бой. А, например, какие-нибудь бандиты обычные, гопники, это обычные трусы, то есть они стреляют издалека, любят попадать со спины и так далее. Вот вопрос в тему, на самом деле, есть. А, человека с именем Free Madman. Free Madman. Свободно созданный человек. Нет, Madman. Свободный, сумасшедший, да. А, ну, вольный. Вольный, сумасшедший. По-сталкам русские. Он как раз задаёт вопрос в тему, будут ли в игре какие-нибудь боссы в финале или какие-то промежуточные. Не скажу. Не скажу. Потому что я не знаю. Да, искусственный интеллект мутантов тем временем. Всё, атаковать. Плоть. Иногда убегать, а иногда атаковать. Просто не хочу портить впечатление. Не от встречи с боссом, сразу предупреждаю. Потому что... Потому что его нет. Сталкер — это такая игра, в которую с самого начала начинаете играть. Обычный кровосос вам уже кажется боссом. Потому что вы настолько слабые, незащищённые и просто вообще ничего из себя не представляете в зоне, что обычно... Ещё в игре перепутаны фракции. Свобода живёт на армейских складах. Военизированный долг проводит гладиаторские бои. А, да, тоже что-то про это слыхал. То есть они... Это, типа, не последнее... Не изменение в последнюю минуту. Это реально, типа, ошибка. Встречный кровосос — это страх. Это реальный босс. Просто на поздних стадиях игры, когда ты их можешь валить уже пачками, я не представляю. Но будет несколько встреч на протяжении игры. Таких встреч, от которых, ну, мурашки по коже. И он же спрашивает, насколько приятно чувствовать, что ты первый прошёл игру, в которой ждут десятки тысяч, а может, ты больше людей. И какая-то там... Ну... Вы знаете, никаких каких-то особенных ощущений нет. Да мы жуткие цинники-профессионалы. Я прошёл игру из профессиональных побуждений, но игра мне невероятно сильно понравилась. Цинники-профессионалы. И теперь я играю в неё, чтобы узнать её вообще всю, ещё более подробно, чем я её проходил. То есть уже больше в удовольствии. И обратно. Обратно. На самом деле, да, журналистика — это дело такое. На самом деле, мы бы счастливы были проходить игры, как вы, спокойно, в размеровом темпе. Да, цинично и профессионально пиздим, что прошли игру. Ты её сел, достал из коробки, диск, красивый. Нам ведь надо первыми, надо успеть всё это подготовить, все эти сюжеты, всё это... Я, на самом деле, счастлив, что проходим уже Саша, потому что я сейчас спокойно сижу, играю потихонечку. Ну да, и все на меня показывают пальцем теперь в интернете. Вот, кстати, тоже замечательно, где-то в интернете нашёл ещё ту же запись, когда мы уже писали, а-а-а, да он испортил себе все впечатления, что пошёл и первый, что эту игру надо играть гораздо дольше, чем просто пройти до конца, чтобы узнать всё. Ну, зато он теперь её переигрывает. Да, с удовольствием. С удовольствием. Да, сейчас Кузьменко вполне себе стал гонзо-журналистом. Фоллаут, я помню его раза четыре, наверное, переигрывал оригинально. Тут, мне кажется, то же самое грозит. Ну дальше, что даёт. Все почему-то спрашивают про атмосферу RPG-элементов, наверное, на это мы всё ответили. Ну вот, тут я не назову ни того, наш вопрос про RPG-элементы, наверное, самое большое количество. Ну, RPG-элементы, можно сказать, есть короткий вариант ответа, есть длинный. Короткий, что их нет в игре, длинный, что они есть, но не так очевидны, как кажется. Ну, то есть, словно говоря, вы не набираете, во-первых, от убийства никого опыта раз, во-вторых, вы не изменяете какие-то там параметры персонажа, там силу, ловкость и прочее. Тоже набором опыта это два. Ну, то есть, классических RPG-элементов здесь нет. То есть, словно говоря, убив 100 монстров, вы не научитесь лучше стрелять. Но, но, с другой стороны, прокачивать свой персонаж нужно во-первых, при помощи артефактов. Это косяк. К долгу заходит на базу кто угодно, у них торговец-бармен сидит на базе, а они типа вояки. А у Свободы, которая против вояк, блокпосты на входы и базу никого не впускают режимный объект. То есть, нашли какой-нибудь артефакт, который, скажем, увеличит вашу здоровье на 200%, но при этом, допустим, уменьшает опасность радиационного заражения там на 50%. Комбинируя все эти артефакты, на себя сразу можно навешать их в несколько штук, различные их свойства, лазая по всем этим радиационным помойкам в поисках чего-то вообще уникального и навешивая на себя, можно потом к концу игры превратить своего сталкера в настоящего уберзольдатин, который будет принимать на грудь там просто обойму из калашникова и даже не чихать от этого. Но как таковы вообще сами разработчики, вся их философия по поводу RPG-элементов она стоит в том, что игрок сам по себе это персонаж, который должен набирать личный опыт, что со временем вы научитесь стрелять точнее, узнаете слабые места, что-то изучите, что-то вам подскажут другие сталкеры, какие-то опыты борьбы с монстрами и так далее. Все это действительно действует, это работает, это потрясающее ощущение. Роллевая игра новой волны. Когда мы от тупого... Роллевая игра новой волны. ...набора XP пришли к чему-то такому действительно оригинальному. Не думаю, что это, конечно, панацея от всех бед. Бля, так с таким подходом любая игра становится ролевой, потому что ты в нее учишься играть и в голове, типа, так, вот я... Хм, так, чему я научился? Хм, я прокачал свою персонажу у себя в голове. Это ролевая игра нового поколения. Ну, как минимум, система достойная изучения. Из Натвии вопрос от ДОК. ДОКа. От ДОКа. Вот он спрашивает про характер главного героя. Есть ли характер у НПС? Ну, конечно же, у НПС, во-первых, есть характер. Потому что, как мы уже до этого говорили, НПС — это все уникальные существа. То есть это не скрипты. Это люди в своем собственном АИ и прочее. Есть ли характер у главного героя? Ну, вы, собственно, главный герой. Какой у вас характер, такой он и будет. А основной... единственное, чем... Ну, в общем, главный герой... Вы главный герой. Какой у вас характер, такой он и будет. Это ролевая игра нового поколения. Как там... Генизис Евангелион нового поколения, так ролевая игра нового поколения. Вот какой у тебя характер такой и характер твоего персонажа. Все. Абсолютно. Да, у него только есть, собственно, имя. Меченый. Собственно, все. То есть это... Да. Руки прочь, тоже ролевая игра. Ведь со второго раза я научился ее быстрее спидранить. И Counter-Strike ролевая игра. Все игры ролевые. Ну, это классический подход с РПГ, да. Классический подход Фоллаута. Да. У вас есть избранный, которому лепите что хотите. То есть, делать характер. Блядь, ну как ты лепишь что хочешь, если там, по сути, диалогов нету даже. Да. Такой, что в игре есть персонажи, какие-то более-менее основные. Есть и хитрецы, есть и благородные какие-то людей. Есть какие-нибудь там, скряги, есть предатели. То есть, все вот, набор классических персонажей, если я встречаюсь в ДНПС, ну, основной герой такой, нейтральный. И Кузьменко такой, блядь. Что я несу? Эпохой. Вот. Какую оценку игромания персонажей с Танкером? Я не знаю, он нам говорит сейчас или сюрприз сделать к выходу? Я вот тоже не знаю, ну... Давайте, ждите, еще не осталось совсем. Да, буквально 27 числа выходит в журнал, так что... Да, но не низкую. Как вы можете догадаться. Такую оценку мы не ставили очень давно. Да. Да, да, очень давно. Мы очень злые, да. Справедливые. Мы справедливые. Да, справедливые. Да. Поэтому давно не ставили таких оценок. Это ты поставь. Нет, это ты поставь. Такой оправданности ожиданий. Пробуй, да, пробуй. Поставь. Да, кстати, оправданность ожидания здесь обретает особый смысл. Шесть лет все-таки. Вот. Ну, и... Про NPC я, со своей стороны, скажу, что скорее группы NPC. Это различается по характеру. Группировки, да. Да. Ну, есть же еще NPC и помимо группировок отдельные. Какие же они профессионалы, господи. Как же хочется отдать им денег за такой качественный контент. Как жаль, что их эпоха закончилась. Персонажи, которые попадаются. Ну, тем не менее, характер есть. Вот Туск спрашивает, насколько... Дональд Туск, наверное. Как игра связана с вдохновителем, с пикником на обочине. Есть ли какие-то цитаты, похожие персонажи и прочее? Ну, смотрите как. Она, во-первых, очень тесно связана не только с пикником на обочине, но, собственно, и с сталкером. С фильмом Тарковского, который был снят по мотивам, собственно, романа Стругацких «Пикник на обочине». Цитаты, ну, очень просто. Вы идете по зоне, видите аномалию. Это цитата. Это было придумано Стругацкий в «Пикнике на обочине». Будем уж приведены гораздо раньше, чем в «Сталкере». А «Сталкер» больше похож все-таки именно на фильм. В том смысле, что в нем чувствуется вот эта атмосфера какая-то. Не иронично школьников и сыстов, которые прошли всю хуйню и все поняли слушать интереснее. Ну, видно, как они упивают. Вот, кстати, тут реально мы видим сейчас тот самый тру и гаражур в естественной среде обитания. Когда у них есть, во-первых, доступ к «Гигакомпу», на котором «Сталкер» идет нормально. Вот. «Гигакомп» размером типа по пояс Кузменки. У них есть доступ к предрелизному билду. И вот они сидят, выебываются, как бы. А все все равно, раскрыв рот, их слушают, потому что это единственный источник информации. По факту, как бы, вот, абсолютно понятно, почему такой гаражур сдох. И реально его не жалко, потому что, ну, вот просто, типа, сидят чуваки, пиздят, несут реальный бред. Вот. Где-то реально умышленно прям пиздят. То есть, врут. Где-то просто от себя тяну какую-то вставляют. И все это с умным видом. И вот видно, как они прямо еще и красуются, типа, да. Вот. Мы циничные профессионалы, ребята, да. Для нас «Сталкер» пойти это. Пройти это то же самое, что посрать. Так. Баловство. О, да. Пикник на обочине, где зона возникла благодаря инопланетянам, очень хорошо представлено в игре, да. Да не, Евген, я думаю, у них просто не было времени. Сейчас вот, кстати, после этого мы освежим память, какую статью написал Кузьменко. Кузьменко, и в интервью «Лава-лампе» он рассказывает, как они на самом деле все это делали. Обреченность. Все геймеры груза срали. Да, помните, как в фильме главный герой убил сотни монолитовцев, чтобы добраться до ученых? Короче, я уверен, что они игру не прошли. Вот на этом моменте. Хотя, не, бля, ладно, окей. Он говорит, что все-таки видел концовку. Бля, ну... Какой-то вообще оторванности, нереальности. Абсолютно вот этого происходящего, и в то же время жуткой какой-то страшной реалистичностью. Ну, слушай, Stop Game и XBT все-таки по-другому. Это другая модель. Вон XBT приходится эту пасту давить, делая регулярное подношение YouTube и его алгоритмам. И постоянно какие-то скандалы из пальца высасывать. То есть это все-таки другое. Такого вот ненапряжного игрожура, когда ты поиграл в эксклюзив, ну, реально, очень ожидаемой игры, и сидишь, рассказываешь, и все, типа, платят бабки, чтобы купить журнал, чтобы, ой... Послушать твое мнение, такого уже нету и не будет уже больше никогда. Есть. Есть. Да, она похожа. Среди сталкеров тоже есть свой фольклор, тоже есть свои какие-то определенные названия. То есть, скажем, например, все вещи, которые они нашли в зоне, и сложили где-нибудь там, они называют Лонпин Хабар. То есть они никогда не услышали над ними свои вещи. Дедовый Хабар, например. Или еще что-нибудь такое. Есть среди них тоже свои легенды, о каких-то там таинственных артефактах, которые чуть не исполняют человеческие желания. То есть, в общем, вникая в мир зоны, вы поймете, что какой-то такой дух книжки, какие-то обычные у него есть. K3L. K3L. Да. Родина Ильича. Родина Ильича. Город Ульяновск. Да, Ульяновск. Спрашивает, вот если бы сталкер вышел в 2006 году, он был бы на первом месте в игре года или разделил бы ничейный пост с Готикой и Обливином? Да, интересный вопрос. Ты знаешь, что я скажу? Спасибо, Томату, но качать их, конечно же, не буду. Я тоже думаю, что он был бы на первом месте, а просто потому, что это на Вова, в отличие от Готики и в отличие от Обливина. То есть, когда мы играли в Обливин, это уже было по старым реализмам... Ну, это был Марауин, хорошо так прокаченный со всех сторон. Новая графика, ничего нового, да? Нет, ну почему? Обливин – это был прокаченный Марауинд. Ясно, понятно. Разбитое обещание по поводу... Супераи. Супераи, да. Которые как бы реально не... Развили опять народ. Я напоминаю, что там реально просто был феерический пиздёж, когда вот тот показывал ту самую демонстрацию с жительницей дома, которая поджигала там то ли собаку, то ли кота, когда видно, как там всё максимально заскриптовано ручками, и когда тот с покерфейсом рассказал, что да, вот это у нас такая Radiant AI, вот она хочет спать, собака ей мешает, поэтому она поджигает собаку. Прикиньте, это всё она сама решила. Вот да, у нас такой искусственный интеллект в Обливине. Приколите, да? Вот это мы классно придумали. Вот вы молодцы. Вот, блядь, охуенная какая игра получается. Реально, ребята, покупайте. Вот. Готика, которая... Ну, просто маха тем, что она... Ну, уже до 3 патча вообще не играбельная игра. Вот. И тут сталкер выходит очень... Да, теоретически концовку могли разрабы показать. Зализано и настолько удивляет именно, ну, с свежестью. То есть, играя в готику, играя в это, вы не ощутите ничего вот нового, чтобы вы в предыдущих частях не видели. А здесь очень много свежих ощущений именно с тем, что тебе интересно наблюдать, как компьютер будет реагировать на какие-то твои действия. Ты, типа, испугался. Смотришь, как они сейчас поступят. Они сейчас разозлились. Вот они разбегутся. Типа, полно там сзади заедут. Вот какие-то такие вещи. И тебе интересно играть с этим миром. То есть, ты хочешь, чтобы тебя компьютер баннул. То есть, как что-то выкинул из сталкер, вот ты специально что-то интересное выкидывает. Сколько вы не играли, что-то... Какое-то другое... Насколько хорошо проработаны перестрелки, взаимодействие с напарниками, спрашивает Риддик из Новосибирска. Ну, скажем... Риддик из Новосибирска. Если, в принципе, кто-нибудь ждёт тактического симулятора от сталкера, то это не разно. Ну, сложно сказать Сэнфлауэр. На самом деле, Тоха не стал. Он всегда таким был. Видно, что Тоха уже... Типа, он просто здесь жирный. Но, на самом деле, здесь Тохе, типа, лет 22, может быть. То есть, он... И он уже такой. Видно, что он такой любит перепиздеть, такой свысока говорить. Тоха всегда был таким. Тактический симулятор. То есть, вы не можете спрашивать... В смысле, можно ли с ними посидеть у костра? Ну да, возможно, им реально дали какие-то сейвы, и они посмотрели ту-ту, 10 минут ту-там. Потому что как-то такое чувство, что... Учитывая, как они не могут сдержаться от спойлеров всего, чего знают, я уверен, что если бы они по чесноку прошли игру, они бы как-то побольше вбрасывали каких-то деталей. Будем 23, вот. Боевые действия общения со самими напарниками. С самими напарниками. Ну, тут надо сказать о том, что вообще институт напарников, собственно, в сталкере, он достаточно условен. То есть, например, вспомните тот же самый Fallout. Там напарники, ну, хотя бы еще просто бегали за вами, вы управлять ими не могли. Здесь, в принципе, то же самое. То есть, вы можете периодически в игре находить, допустим, людей, которые просто будут сражаться вместе с вами. Ну, или, там, просто, допустим, на вашей стороне. Ну, не ждите того, что вы можете им управлять, там, не знаю, какого стрекона, приказать им куда-то идти, там, что-то делать и так далее. Да, после конца битвы они могут сесть у костра, там, перекинуть с вами пару слов, там, поиграть там на гитаре, выпить водки «Казак», например, вместе. У них были футажи с символом бессмертия, плюс через консоль можно на разные локации перейти. Ну, слушай, Мосби, как мы вычислили на стримах, Кузьменку разводили, походу, кабанчики. И, несмотря на то, что Кузьменко был главредом игромании. Вот, кстати, тоже хороший вопрос. Давайте обсудим вот теории заговора и чемоданов. Это хата Тохи. У Тохи в 23. Оверпрайснутый дорогущий Sony Note. То есть, ну, это реально ноут для тех, кому как бы нужен не просто ноут, а ноут наповыёбываться. Скоро он купит себе MacBook Pro, первый Unibody. У Тохи консольки, проектор. Ну, и видим, что, в принципе, хата далеко не нищая. Кузьменко, главред в 24, отходил все нулевые в свитерах и джинсах фирмы Сринка. И, в итоге, сейчас как бы, ну, походу, как будто бы вообще, типа, то есть, ну... Неужели Тоха умудрялся реально у кого-то что-то получать прямо напрямую в обход кабанчиков-издателей игромании? Потому что, ну, типа, ну, Тоха реально видно, что сильно богаче остальных. И в те времена, я уверен, у него не было времени... В те времена не было времени. В ту эпоху у него не было времени брать какие-то заказы для своей студии. То есть, он, ну, как бы, все силы и время тратил на игроманию. Но при этом деньги у него явно водились. Причём, как мы видим, деньги в тех количествах, когда ты тратишь их уже на повыёбываться. Тоха с первыми айфонами со всеми ходил постоянно. Забавно наблюдать, как они знают, что в игре нет напарников, но не могут этого сказать. И просто, как могут, притягивают на эту роль рандомных адпенсий с Open World. Так нет, понимаешь, Мосби зарабатывают столько не игрожужер, зарабатывают столько один Тоха. То есть, пришёл к успеху Раффа и Тоха. Все остальные, мы видим, как бы, ну, как они живут. Вон Макаренко, в котором мы уже не знаю сколько, лет пятьдесят. До сих пор за тем самым столом для учёбы компьютерным из нулевых сидит и в три четверти записывает свою аналитику. Ну, и в целом я верю, что тогда, как бы, естественно, кабанчики, которые держали игроманию, брали студентов за три копейки. Вот, а сами с этого снимали сливки, потому что нахуя платить как бы больше, если, ну, это... Эти тексты усреднённые про видеоигры, вот эти вот рассказы на камеру, что, типа, блять, это самая гонка в мире. Ну, зачем реально брать кого-то дорогого, каких-то авторов и платить им, если с этим справится буквально любой студент. И, как бы, и вон даже в игромании, которая тогда была как бы топовым журналом по тиражу, даже там были какие-то, ну, очевидно, профнепригодные люди, которые за игры не шарили и говорить нормально не умели и писали как-то херовенько. То есть, это к тому, что, во-первых, главредство Кузменки, это скорее как лычка, тем ли да, в современном IT. То есть, просто дали значок, что ты дурачок, вот, немножко, может быть, подняли зарплату, но в итоге ебут за весь отдел. То есть, как бы, главред отвечает за всё, ему там сдавать тираж, это всё печатается на бумаге, это просто пиздец, какой стресс. То есть, там же постоянно были кулстори, как он там на работе ночевал, там, и так далее. Вот, а как бы все бабки всё равно забирает кабанчик. И, ну, мы видим, что главредство Кузменки явно никаких особых материальных ништяков не принесло. То есть, с айфоном я его не припомню, это у Тохи. У Тохи и айфоны были первые. И, как бы, всякие фигурки-хуюрки. Выёбистая техника, не просто мощная, ещё и с выебонами. То есть, в Айе покупаются просто, чтобы повъебываться. Так студия не звукозаписи, а эффектов, в целом видео и трейлеры он стал монтировать уже после ухода из видеомании колды, понимаешь? Это FX-студия, это Тохина студия. Но, как бы, что-то на стороне он начал делать, я уверен, уже после ухода из игромании. Потому что в игромании тех лет Тоха был занят игроманией. FX-студия. Пожалуй, что. Да, это... Так, ну, то есть, мы на припаде посмотрим. Смотри, то есть, мы смотрим что-то из начала игры, а давайте ближе к концу. Не, я не думаю, что... Какие айфоны? Кто присылал айфоны? Первые айфоны, которые продавались официально только в Америке, только у оператора AT&T, кто их присылал Тохе на какой обзор? Вы что, ребята? Другие времена. Я очень сильно постараюсь не показывать каких-нибудь там сюжетных мест. То есть, там сейчас, наверное, по Сталке я загружу свое сохранение, которое сделает, там начнется диалог. Я попытаюсь его мимо убежать и просто показать, какие места там есть. Потому что в Припяти, ну, так сказать, вы не должны видеть местных вообще Сталкеров. Они, потому что это отдельная тема. Хотя я вам просто покажу город. Так, вот, собственно, одна из последних миссии игры. Мы находимся в городе Припяти. Здесь по заданию текущему надо открыть группы, просто с уже сильных. Сталкеров? Которые в данном моменте стоят и обсуждают план атаки. Мы не будем пока говорить, что они что-то задумали. Это может просто с вами принесли. Да, свое сохранение. По возможности в дальнейшем мы покажем вам побольше Припяти и помешки ключевых монет, чтобы не терять свои удовольствия. Let's try and break through. Он говорит нам в английском в этой версии. И сейчас мы с этим попробуем прорваться с войсой с вражьей ряды. Припяти место достаточно опасное. То есть Сталком молодому здесь делать абсолютно нечего, он сюда просто не дойдет. Поэтому сюда можно пройти уже достаточно матерой такой следовательной зоны. Сейчас значок бессмертия видно в правом углу. Ну ладно, окей, вот Note, окей, да. Note реально могли дать на рекламу. Все-таки Sony официально тогда уже была. Но у iPhone'ы как бы нет. Ну ладно, boys. Ну нет, Салим, все-таки тогда были другие времена. И я думаю, что среднестатистическому мужичку, игражуровичку, даже в золотую эпоху игражура, никто никаких денег не платил. И типа, чтобы иметь деньги, нужно было крутиться как Тоха. Вот Тоха реально молодец. Сообразил. И как бы вот когда пришла эпоха видеомании, это была его идея. Он именно сделал свою студию. И как бы вот наподряд нанялся в журнал. А не просто типа сделал все кабанчику и типа потом был бы уволен, например. То есть Тоха молодец. Но просто это показывает, что нужно было делать, чтобы иметь с этого бабки. Потому что в итоге, ну я уверен, игромания в свое время приносила отличные деньги. Особенно вот эти вот все статьи, которые я пролистывал, но которые, наверное, кормили полжурнала с обзорами техники, с обзорами гавно-техники. Потому что, как мы уже узнали позже по Ютубу, больше всего вам заплатят производители гавно-техники, типа Ритмикса, за то, чтобы хоть как-то где-то светануться. Поэтому как бы... Это я проматываю, пролистываю эту часть журнала. А там как бы за это нормальный кабанчик-бобос-стрик. Вот. И в общем... А пока ты будешь ебалом торговать как главред, ну сгоняешь в командировку, в Кёльн, как бы... Все. Я не принимаю в этом такого уж сильного участия, больше смотрю на крестницу, смотрите, замечательно в этом городе. Очень-очень похоже на настоящий. Вот хоть один человек есть, который в Припять пришел с дефолтным калашом. Его просто заспавнило там через консоль. Ну вот, еще одно, в пользу того, что им походу разрабы дали какие-то сейвы, или они просто пробежали, как они говорили, с год-модом, типа, он с пушкой, которой не должен был бы там быть. Так, вот он кого-то заметил, смотрите, видите? Ага, или ему просто показалось. АИ в том числе, кстати, в игре может тоже совершать... Да не, на боли, я не думаю, что Тоха мажор. Ну, типа... Ошибки. Точнее, может быть и мажор, но я уверен, что он зарабатывал. Видно, что Тоха коммерчески ориентированный. Он может обманываться и сам обманываться. Ага, а вот кто-то действительно есть на крыше. Который, кто-то на руке! Конечно, из калашников, у нас не так просто как-то там вот это состояние, но, там, это бы, она не тоже мажет отсюда, поэтому нам как-то гораздо проще. Вот так, А, вот где тоже скрылся? Ну, сейчас, наши напарники, когда-то, когда-то, мы сейчас находимся здесь, явно не за этим. Так. Так, тут там вся нас осталась на крыше. Опа-опа-опа-опа-опа, как же Кузьменко убедительно делает вид, что видит эту локацию не впервые. Актерище. Не, ну, слушай, заработок с тиража, так в том числе и рекламный заработок с тиража. То есть, я думаю... Хотя... Ну, короче, на самом деле сложно ответить на этот вопрос, Калда, и в итоге, на чем зарабатывала игромания, на тираже или нет. Ну, понятно, что не только на тираже, но просто во времена живой игромании они говорили, что только на тираже. Всегда очень гордо. Во времена интервью на Лавелампе Кузьменко говорил, что приходила женщина из бухгалтерии, ругалась, типа, хули мы опять засрали эти говноигры, это 1С, они же нас буквально кормят. И ясно давал понять, что там уже, типа, все с Иваном Ивановичем, так сказать, Иваном Никодимовичем Кабанчиковым договорено. Вот. Поэтому я думаю, что, может быть, они сами, так сказать, всей правды не знали, и сами сидели на этом копиуме про тираж. Ну, просто как бы это все взаимосвязано. Больший тираж, больше хайп, больше органичная популярность, выше цены в рекламе. Поэтому тут, как бы, может быть, журнал окупался и тупо из тиража, но это означает, что реклама в нем будет самой дорогой, раз это самый кассовый, самый популярный, самый цитируемый журнал. Ну, не цитируемый, тут меня понесло, но самый, как бы, узнаваемый журнал, поэтому тут... Ну, просто мы видим, как чем дальше влез, тем больше всякая реклама. То есть реклама, в самом журнале ее стало многое. Явно вот в этом железном цеху, железки, я думаю, дохуища всего было, так сказать, партнерских материалов. В видеомании, вот мы уже видим трейлеры, игр, фильмов и так далее. То есть реклама дохуя, а по факту производственных издержек столько же, сколько было там и пять лет назад. То есть я уверен, что все эти доходы от рекламы шли просто в карман кабанчику, и никто там Кузменке никаких денег особых не платил. Да, чувак, никто, блядь, не знал. Да, игромания – это рецензируемое издание, на которое можно в научных статьях ссылаться. А, кстати, да, возможно, Тоха рубил напрямую бабос с рекламы видеомании. Ну вот, кстати, если уж совсем идти в теории заговора, вот, насчет все-таки напрямую чемоданов, учитывая, что мнение видеомании зачастую не совпадало с мнением игромании, и что видеомании целиком рулил Тоха, и писал текст, то в принципе, теоретически, вполне возможно, что люди, которым это было нужно, если им это было нужно, вот, например, как было Microsoft и этот Too Human. Кал говна, но как бы главный релиз Майкрософта в тот момент. Мы помним, как Тоха в видеомании вылизывал этот обосранный Too Human. Он уже просто, ну, было видно, что он уже места просто не находит, он уже все какие-то хвалебные аллюзии, хвалебные аллегории, сравнения, эпитеты применил на эту игру, но хочется еще. И в том же выпуске видеомании анонсируется совместный конкурс видеомания плюс Microsoft, где приз это игра в том числе. То есть, как бы, вполне возможно, учитывая, что тогда как раз Microsoft официально пришли в Россию, как бы, Тони Уоткинс знаменитый, а нет, Тони Уоткинс это не Microsoft, это Electronic Arts. Ну, короче, как бы, а что бы не подмазать и не поехать? Тем более, я уверен, что по меркам даже российского чептера Microsoft Тоха там, ну, типа, ну, дадут ему тысячу долларов, ну, пять тысяч долларов. Что это вообще такое в масштабах запуска трипл-а игры на консолях? Поэтому, как бы, вот... Не-не-не, Железный Тох, понятно, что не через Тоху, но просто Видеомания через Тоху, потому что Тоха реально молодец, подсуетился. Ну, и в 20 лет это, ну, неиронично огромное достижение, потому что, мне кажется, ну, Кузменко какой-нибудь, если бы ему эта идея пришла, или, например, даже я, я бы как-то, ну, вообще бы даже не подумал, что я должен открыть свое какое-то юрлицо, свою фирму, я, типа, должен с нуля какую-то открыть студию и все делать. Как бы, нет. Я... Мне просто идея в голову пришла, а Тоха, типа, реально прямо будущее на этом себе сделал. Взял и в 20 лет, типа, ебать. Это кажется маза. Так что я сделаю? Так, естественно, я открою студию свою, и, как бы, бабки будут идти через меня в 20 лет. Там, короче, реально без шуток всех макаренков провернул и денег загребал больше остальных. Ну, смотря в какие годы. Когда был главредом, вполне возможно. В 2007-м, очевидно, нет. В 2007-м он, блядь, сидел, роллплеил, аутировал в рубрике «Отвечаем на письма читателей». Мне кажется, его, типа, за еду туда взяли. Да, мне в голову пришла только идея продать людям читалку от Ритмикса. Кстати, не иронично родить Тоха раньше. Он реально бы, мне кажется, сориентировался в диком капитализме 90-х и, типа, вполне мог бы. Ему бы очень... Вот он был бы... Он похож буквально на молодого Стаса Борецкого, то есть Тоха. Я вижу, как Тоха в окружении Краль 90-х сидит в каком-нибудь там Линкольн-Сити и там этот. Ну, короче, в лимузине от Линкольна 90-х с кожаным салоном и, типа, по спутниковому телефону решает вопросы его продажи... Продажи нахуй этого алюминия. Ходит, он где-то прячется, он пытается, в общем, что-то такое, в общем, сотворить. Все, готов. Так, это наш, собственно. Да смог Салем, смог. Ты что, у него даже одно время была прям настоящая девушка? Кроме бесконечности эскортниц, которыми он флексил, у него одно время была девушка, которую он своей женой называл, и, в принципе, вполне была симпатичная. Напарник? Да, Линкольн Таун Карр. Посмотрите, видите, аномалии. То есть, здесь вообще, в принципе, пройти нельзя. Это достаточно опасная аномалия. Посмотрите, не бог, что произойдет. И за этими аномалиями, если бы пойдет прямо, находится знаменитое, между прочим, припетское просто вот это вот колесо чертово. Нет, он официально не женат. Ну и с той девахой они сто лет уже как разошлись. Ну и, насколько я знаю, они с ней никогда не были официально женаты, но он ее просто называл женой, потому что, кажется, это было его. Вот тоже, как понять, пиздит тох или нет насчет женщин? Вот один раз у него реально были настоящие отношения, поэтому во всем контенте, который он тогда снимал в те годы, была та деваха. Он везде ее вставлял, постоянно постил фотки, как он с ней там отдыхает, тут отдыхает и так далее. На всех остальных местах просто типа мимолетные эскортницы, которые каждый раз только один раз появляются, потому что потом уже не их смена. Мы туда не пойдем, я думаю, вы увидите его сами. Так, ну что ж, с Припятью, я думаю, все? Ух, Припять. Караул, караул. Вообще, очень похоже на настоящую, хотя, конечно, не такая масштабная вообще. Я думал, что все-таки будет масштабнее. Хотя, можно зайти в дома, например, там. Есть все эти детские колеса. Кстати, еще интересный момент. В реальной Припяти в настоящий пошел слух сейчас, что якобы вот это вот знаменитое колесо «Что-то быдло и петуха». Которое чертово колесо, о котором все говорят, что оно упало в прошлом году, ветром его сбило, и все, оно теперь лежит. Так вот, это, значит, неправда. Я был в Припяти буквально месяц назад, оно стоит, целое невредимое, до сих пор. Так что вот, так вот возвышается над всем городом. Жутковатое зрелище. Не верить тому, что пишут в интернете. Никогда. Интернет — это гон. Ну, нам можно верить. Но мы, мы же... Сидят и просто с покерфейсом рассказывают, как прошли игру, при том, что типа напиздели. Типа никому не верьте в интернете, только нам. Вы поймите, ребята, мы, гаражуры, друг друга не обманываем. В смысле ни с одной девушкой меня не видели? А в семнадцатом году кто сделал селфи с лучшей девочкой фандома? — Медийно это... Один Васька сказал на форуме, но... — На форуме в общем, не верьте форуму. — Да, не верьте. — Агентство бабка сказала. — Так, ну теперь нам еще немножко вопрос. — Да. — Марио HTS задает забавный вопрос. Дорогая редакция, вот скажите, сколько можно продвигать себя на известном распущенном тайт-листам? — О-о-о-о, хейтер, ну сейчас его попустят, попустят. — О, послушай сюда. Продвигать среди кого? Среди говна? Ты не моя аудитория. Мне на тебя ссать, срать и по-всякому положить. — Друзья, ну смотрите, тут политический момент могу объяснить очень просто. Потому что мы, как редакция Громания, популярного собственно российского журнала компетентных игр, соответственно, доставляем вам популярные темы в зависимости от того, насколько они вам интересны. То есть, если бы игра, например, «Сталкер» была бы интересна только нам, например, вот они странные. Ну понятно, что тогда были вообще другие времена, люди как-то не привыкли еще к интернету, но если ты главный редактор, ты нахуя зачитываешь и оправдываешься, типа, а чё вы хайпитесь на «Сталкере»? Ты главред, почему ты сидишь и оправдываешь, типа, не, ну поймите, игра-то популярная, как бы, не, ну а что? В том и дело, что амбиции у Макаренкова проснулись сильно позже, а по бумагам он в «Эдет Техномир» давно уже важным был. Не, ну я рад, потому что, как я понял, восхождение звезды Макаренкова началось тогда, когда буквально из-за грома они ушли все, остальные олды. То есть он уже как бы донашивал за «Чедиком», скажем так. То есть там уже это был, ну, абсолютный деклайн и закат игромании, и то, что там он, по-моему, года с десятого стал главредом, и типа, ну, та игромания уже, во-первых, как бы, по сути, не канон, и в принципе, что бы Макаренкову не заработать. Я его не хейчу, я его не очень люблю, но как бы он это заслужил. Он старательно давил пасту вообще с незапамятных времен, просто, просто это не моего сорта паста. Это, ну, все, на самом деле, очень просто, и, ну, не стоит говорить, что мы себя как-то продвигаем, потому что мы и так продвинуты, мягко говоря. Ну, после того, как Минздрав СССР значит, болезнь игромания признал, слово игромания признал официальную болезнь, мы теперь пропиарили еще Минсоцразвитие, да. Минсоцразвитие, так что... Да, мы пишем о том, что вам интересно, в том числе об игре века Halo 3, Two Human, и предписываем вам всем пройти МГС 4, если вы считаете, что игры это искусство, да. Нам дополнительный пиар, честно говоря, не нужен, а мы это делаем, потому что можем, потому что нам это интересно, и потому что это хочется публика. А, и ничего более, реально, и какой пиар, ну, что такие ЧМД, типа, какие-то ноунеймы, реально, ну, Макаренков, это один из OG игромании, как бы, то, что какие-то новые ноунеймы из-за него ушли, так хартифу, блядь, на них, они не игромания. Ну, тут еще спрашивают еще один вопрос по музыке, я вспомнил, что я не договорил, помимо муза, и там еще группа паренеки, есть металбанда украинская, киевская, киевская, да, и она, она и звучит исключительно в радио, то есть таких фонах, причем там три трека, по-моему, в игре от них, один из них будет на нашем диске, самый симпатичный, по сути, целиком, то есть в танке, вы так целиком это не услышите. Интересный вопрос от Шибуниниджа, внимание, интригующий вопрос, есть ли в танкере при сравнении Дженс Куапома? Опа! Я не видел. Я тоже, честно говоря. Хотя, ты знаешь, некоторые мутанты, они такие вот, ну, путешественные. Ну да, я помню, тоже один из забытых страниц лора, то, что однажды игроманию захватили армяне, причем какой-то армянский полушкольник, чуваку, там чуть ли не 20 лет было, но окей, ее изначально делали молодые чуваки, но как-то на тот момент это ощущалось странно, и просто на тот момент уже всем было настолько насрать на игроманию, что никто особо не заметил, там реально армянские студенты однажды захватили игроманию типа на год примерно. Страшно сказать. Страпонт стал главредом, смотри, он просто, знаешь, типа двигался по вот этой вот поговорке «тише едешь, дальше будешь», то есть он сидел долго в почте, потом вот его начали аккуратно немножко иногда вставлять в видеоманию, он, ну, и не только почте, он еще некоторые ревью писал, то есть они, по-моему, там все ревью писали, то есть у них там были какие-то свои рубрики, плюс типа какие-то обзоры писали все. И в итоге, как я понял, буквально из-за громании ушли чуть ли не все кроме него из старой, и как бы на фоне тех, кто остался, он как бы выглядел самым таким приятным и вот стал главредом. Ну вот. Ну это моя версия произошедшего. Не, петух, сегодня закончим со сталкером, то есть пересмотрим лава-лампу кусками и на этом все. Ну да, ну а сбрасно, что начали делать в такой месте. Ты знаешь, я, кстати, прекрасно вспоминаю еще игру Ботика, когда узла сам первая часть. Там фанаты... Да нечего посоветовать теплоход. Когда-нибудь я сниму про Тоху видосы или даже несколько, вот будет хорошая база. А так, да, как бы... Ну вот недавно вышла база по Тохе на 35 минут, и там как бы копнуто более глубоко, чем у остальных, но все еще очень, как бы, очень голословно и очень много неверных вещей озвучено. И очень много важного не озвучено. Мы тоже очень долго искали женщин, разработчики признают, что они не сделали там. Вот эти фанаты нашли там одну женщину, которая терла пол там в каком-то замке, там специально вставлены. Хрюша Ик. А Ик? Да, спрашивает. Ну, первое у него начинается... У него 23 вопроса он написал. Ого! Да, первое в дежурной, то есть, во-первых, его интересует станция революции или эволюция, по-моему. Да, если долго ждать, отвечая на письма, можно увидеть, как из редакции укатывается тело Токстера. Эволюция с элементами революции. Слово революция я очень осторожно просто прочитаю использовать. Вообще, революция глупая достаточно слова, то есть, таких игру уже, наверное, нету, то есть... в наше время как география уже все открыто, по большому счету. Да, может, что-то новое, это на ввод. То есть, вы спрашиваете, есть ли в игре новые ощущения? Да, есть. И как обстоятельства у нас с анимацией, потому что когда-то там были проблемы большие? Ну, как? Я могу сказать, что анимация, конечно, не самая гениальная анимация, которая в компьютерных ютоках, но она весьма на улыбку. Ручная анимация для RPG стандартная, то есть, если вы видели обливиен, например, то же самое. Ну, это скорее звучит как что-то плохое. Если у вас в ААА-шутере-блокбастере стандартная анимация из RPG, типа обливиена. Каких-то просто странных вопросов. Мне бы очень смешно. Если в зоне афро-украинские стамкеры, если в игре евреи, много ли их и сложно ли их убивать? Что? Окей, короче, комьюнити-сталкеры было комьюнити-сталкеры еще даже до выхода первого сталкера. Блядь, что за... Извините, а есть ли в сталкере евреи и сложно ли их убивать? Вы кто вообще? Что вы пишете? Господи, люди, выделили бы в зоне Гордона Примана. Можно ли сфера из двух рук? То есть тут какие-то, знаешь, такие серьезные вопросы? Ты знаешь, человек дунул, по-моему. Ну, в общем, насчет негров. Негров нет, афро-украинцев и евро-украинцев тоже нет. А вот евреи есть один точно. Торговец вот один. Поход. Ну, опять же, стереотипичные все. Конечно, националист никаких в игре нету. и, по-моему, вам тоже видят про нашу специальный страниц и надо их быстрее забывать. Еще серьезный вопрос, или отличается финальная версия Станкера от того, что увидели в 2001 году? Это вопрос мне, наверное. А можно ли искать евреев в блоке номер 4 и в двигателе самолета? Интересно, писали ли вы играть в Сан-Андреас Забелова? Выложите, пожалуйста, опубликуйте, пожалуйста, мод. Дорогая редакция игромании и DVD-мани, опубликуйте, пожалуйста, мод, который позволит играть за Белова в GTA San Andreas. Не могу играть за этих там вот. Совсем другой страх был, когда я впервые в 2004 году. Это было очень страшно. Сейчас они постепенно накручивают. То есть, чем дальше идешь, тем более страшные места попадаются, более атмосферные, а там ты выходил на тебя сразу, просто пропитывался. Ну, вы можете посмотреть в четвертом сюжете финального отчета, где мы показывали тогда, наверное, 2004 год, первый квест. Сейчас мы его повторяем в апрельском номере. Можете посмотреть. На самом деле, мы специально повторили полностью финальный отчет в этом номере, потому что я включил, и мне самому было дико интересно смотреть, что тогда люди в 2004 году вообще говорили о своей игре, и сейчас это, ну, умилительно очень смотрится, советую всем посмотреть. Я еще, кстати, перед выходом Сталкера тоже вдруг задумался, что вообще я в своей жизни видел три игры, которые совершенно не были похожи, и называли все Сталкеры. Там тоже делали с Джей Сеней и прочее. Конечно, очень мило вспоминать, как же они дрочили в приседку на этот обратный отчет. Хотя, по факту, это просто как бы... Ну, кроме того, что он вышел когда-то, на три года раньше, чем сама игра, по сути, он из себя представлял, что... Они просто договорились с Джей Си, они прилетели к Джей Си, сняли у них там несколько интервью в офисе, но это реально один из самых первых видеоформатов игромании. То есть, там все такое еще сырое совсем, совсем сырое. И взяли у них пачку каких-то ранних футажей, и... Ну, для них это реально было большим достижением, и они просто вот преисполнились важностью этого события Лорного. И выкладывали это там, не знаю, на протяжении трех или четырех месяцев, но дрочили они на этот обратный счет, как будто бы, я не знаю, то есть, по-моему, Тоха иногда даже меньше гордится своим безумным, кстати, тоже абсолютно абсурдным и тупым интервью с Каджомбой, чем этим обратным отсчетом. Потому что, да, спокойной ночи, Илья. Я видел Сталкера в 2003-2004 году и сейчас, например, и были противоположны разные вещи иногда. Основная прелесть Сталкера — узнавать все самому. Кстати, я заклинаю вас, только у вас появится игра, даже если вы где-то застрянете, не лезьте срочно на форумы с вопросами, не лезьте за гайдами. Вот наберите хоть немножко терпения и поиграйте в нее сами. Основной кайф этой игры — открывать все самому. спрашивают, Эйнт спрашивает, что значит воздух, есть ли воздушные враги и удавалось ли сбить вертолет, кто-то еще спрашивал. Да, кстати, удавалось. Ближе к концу игры, кстати, возле ЧАЭС у нас была такая жестокая достаточно схватка с вертолетом. Насчет Тоху и тему из МГС-4 тут реально спорно. Официальная позиция Канами, что так, что это правда. Но по таймлайну что-то херово сходится и к тому же в МГС-4 тема все-таки звучит. Поэтому непонятно. Реально непонятно. У одного из персонажей в Сталкере были фразы с пародийным еврейским акцентом и он продавал всякую информацию. Озвучка позже была вырезана. Если вы где-то застрянете и будете пытаться пройти без форума, вы не узнаете, что это баг, который профессия только через год. Таки удалось сбить. Вообще это... Это в билдах, в релизе не было. Гранатометы были достаточно сложные, практически невероятно. Много вопросов идет про мультиплеер, но мы просто скажем, что мы не играли в него, пока такого шанса нет. Пока просто нет такого шанса, как какого? Закрытый обед быть сможет? Я сейчас с ума сойду, нахуй. У меня уже передоз видеомании. Будут привычные файлы смерти. Ой, мне вся эта безрамочность тоже всегда была как-то с большего похуй нахуй, но я в целом как-то типа мне насрать. Сорян, Иван, но нет, сегодня будут только игроманишные файлы смерти, а именно сталкеры игроманишные файлы смерти и файлы ловли игромани не на пиздеже. Здравствуй, Владимир. Я адвайсы по изучению португальского предоставить не могу. Прапор 22. Судя по нику Прапор 22 у нас про игрок в танки. Спрашивает, да, как вам удалось пройти игру, если еще нет файл обмена в сетях. Отлично. Понятно, как прошли мы пресса. То есть, по-хорошему, мы вообще все игры за два месяца должны проходить. Единственная проблема в том, что на нашем рынке очень много пиратства и еще не все компании сюда пришли. Но в целом, обычная западная практика, пират получает игру за два месяца до выхода игры, чтобы мы спокойно могли пройти, не, всталк, даже поздно, до последнего. И вообще, мы должны за два месяца получить игру, пройти ее, сделать в его материале. Ну, и писать эту рецензию тогда, когда она только появится продажа. Да, без спешки. Кстати, к вопросу тоже о том, что очень многие всегда пишут, что игромания опаздывает с рецензиями. Ну, друзья, в принципе, мы просто, так как журнал, который не пишет по скриншотам и по видеороликам, мы считаем... Такие у нас до сих пор в стране попадаются. Да, мы считаем с вами долго действительно серьезно играть в любую игру, прежде чем писать на нее рецензию. Поэтому у нас действительно зачастую рецензия достаточно поздная. Потому что мы покупаем ее в магазине, как и все остальные люди. Вот, ребята, поверьте, мы сейчас все пишем, а я думаю, как быстрее все закончить и пойти играть в Станкер. Да, у меня завтра самолет еще в Варшаву. Да, я тоже скоро уезжаю, мне еще очень хочется поиграть. А вот, знаешь, спрашивают много про Станкерскую броню. Про броню? Ну, смотрите. Это скилтоны там читали. Ну, я не буду рассказывать про всю совсем броню. Дальше в конце игры там в АДД совершенно оригинальная броня, так что будет самим интересно смотреть. Но, в целом, броня, это тоже, как артефакт, один из немногих способов увеличить параметры своего Сталкера. То есть, с самого начала на вас есть вообще костюм УЗК, чехосковой химзащиты. Потом у вас появляется уже более-менее костюм Сталкера, бронированный, в котором вместо фонарика, например, есть приборное сутро видение, то, что замечательно сделано. Потом у вас появляется еще более мощный костюм. И, естественно, они защищают от радиации. Я знаю, Владимир, они тут сильно моложе меня, они лет на 10 моложе. Пуль, защищают от каких-то ударов и прочее. Ну, каких-то суперособы с ними. Вопросов сразу несколько. Всех интересует именно сам реактор. То есть, можно ли сразу попасть в четвертый на руку? Конечно, нельзя. Просто не потому, что игра это там сильно как-то запрещает, просто потому, что если вы тут пойдете, вас убьют. У вас первый же более-менее сильный Сталкер просто не даст вам выйти там из какой-нибудь... Кстати, уверен, есть миллион способов пройти начальным билдом Сталкера вообще игру и типа заспидранить. Ну, если не пройти, то хотя бы дойти там до Припяти и так далее. У всяких спидранеров. Да, реально странно, как они сказали в одном предложении мы как пресса получаем игры за два месяца до релиза и мы не делаем обзоры по скринам и покупаем игры как все в магазине. Кстати, тоже пиздёж, никакие игры они в магазине не покупали. Его спидранят за шесть минут. Какой-нибудь территорию вас убьют. Да, если вас ничего не будет. Чтобы пробраться к четвёртому реактору нужно быть очень крутым Сталкером. Потому что там попадаются такие ребята живут там рядом, что им палец точно нельзя класть. То есть, это не Фомауэлл, где можно сразу было пойти, связать супер-броню и идти к финальному боссу? А я бы на самом деле поостерёгся. Потому что я вот уверен, что вот дней через пять после выхода Сталкера... А ну окей, вот Кузьменко сам говорит, что это... Мы уже увидим ролик прохождения Сталкера за сорок минут. Как там человек бежит, уворачивается как Нево от всех этих пуль и просто буквально приходит какой-то одной из концов. Но опять же... Первый спидран без Багаюза был за семнадцать минут. Не, ну Тоха покупала Resident Evil 4 как простой смертный. То есть, это игра, которая, ну типа, не является вообще профилем игромании. Это чисто Тохина инициатива. Вот. А те игры, которые им нужно для печатного журнала на обзор, они, естественно, все получали. Ну и не сами про это рассказывали. То есть, ревью-копию высылали вообще без проблем всей игры. Более того, это были времена, когда высылали не просто ревью-копию, а зачастую эксклюзивную какую-нибудь прикольную коллекционку чисто для игрожуров. Во-первых, внешне, внешне чернобыльские реакторы сами... Саха был, да? Очень похожи на настоящий. Собственно, я там был всего два раза, но, например, Александр Новиков, это известитель по традиционной безопасности самой Чернобыльской АЭС, который проводил последнюю инструкцию вместе с нами, он, например, рассказывал, что ему показался чернобыльский реактор как раз в игре «Сталкер» очень похож на настоящий. Что касается внутренности помещений, они тоже действительно очень похожи на настоящий. Мы буквально недавно спускались под реактор, в том, что эти наши писали в репортаже. И, вы знаете, когда я играл в «Сталкер», я некоторые места действительно узнавал. То есть, какие-то переплетения какие-то интересные изгибы коридора. В игре внутри реактора очень темно, поэтому приходится скис с фонариком, в жизни там как раз светлее, но очень похожий, просто настолько впечатляющее, поражающее узнавание всего этого есть, что перед «GC» действительно нужно снять шляпу. В связи с тем, что мы-то сделали, вот Саша ездил наряду с Игорем Варнавским и Ильей, ездили в Чернобыль, у нас был репортаж на сайте, сейчас он в номере, да, так понимаю, будет? Да, сейчас в номере будет еще более расширенный репортаж, плюс репортаж на диске, ну и как обычно. АХ-2, земля обетованная, спрашивает в связи с этим, можно ли будет в игре походить по тем местам, где вы были? Да, можно. Я сам был на тех местах, там еще был смешной момент, кстати, в игре, я помню, мы когда делали съемки, собственно, рядом с вами реактором 4, Александр, который говорил, сказал, что в игре там сталкер, в одной из миссий, вот там, за теми кусиками будет вертолет лежать. Так вот, я когда оказался на том месте, действительно узнал, я спросил, так и есть. То есть, очень некоторые места просто один в один списаны, срязь. Дрон Стаунхер спрашивает вообще про радиацию в игре, есть ли какие-то гаджеты, специальные, антирадиционные костюмы с чашки Гейгера и бутли. Ну, значит, по порядку тогда. Во-первых, радиация в игре есть. В игре, ну, это зона, действительно, Чернобыльская зона, там некоторые места будут очень сильно зараженные. Если вы приближаетесь к месту с повышенным радиационным фоном, соответственно, ваш радиометр начинает просто издавать такие характерные тем, соответственно, выше фон, тем скорее надо за это место убираться. Тем не менее, если вы хотите... Интересно, Тохе подарили нормальный нейлоновый рюкзак для Fallout 76? Помню, он точно в Вашингтон ездил на презентацию. Там же новость была, что нормы рюкзаки выдали и гаражуру, пока игрокам говно за деньги. А как много особенностей поздней игрования можно сказать на то, что половина реакции ездила в Припять? Если вы хотите там охотиться, например, за аномалиями, то какой-то уровень радиации вам все равно придется схватить, лазить по всем этим свалкам, по мойкам, там вот этим традиционно, в поисках какого-то каких-то бриллиантов там внутри, вы, естественно, хватаетесь радиацией и ее можно вводить двумя способами вообще, в принципе, из организма. Первый дедовский, то есть можно взять водку-казак, вот так вот бутылку буквально, влить ее в горло сталкеру и, в общем, радионуклиды таким образом выйдут из организма. Это не очень реалистично, но на жизнь несколько похоже, в принципе. Да, кстати. Фанфе не очень реалистично, а оказывается вполне себе основана на реальности и ликвидаторов. Действительно можно вводить. Наживаться в игре можно. Да, кстати, там еще такая вот современная рейд на Крампейдж, я не помню уже, в каком шутере там можно было действительно просто уделаться в хлам и поэтому с такими вот волнами перед глазами там. Иногда, кстати, в игре стоят очень смешные ситуации, когда ты, например, действительно вылезаешь из какой-нибудь помойки, при этом я... Тогда спокойной ночи. В последнее время ты прямо радуешь стримами. Это приятно. Картошечку любви тепла прошу. А то у нас очень холодно и отопление отключили. Спасибо, Иван. Спокойной ночи. Пускай тебе приснится. Два молодых веселых пиздобола нулевых, которые сидят и с покерфейсом рассказывают, какие они циничные профессиональные гражуры. И просто вообще даже не шевелишься, на тебя бегут какие-то бандиты, ты от них просто с заплетающимися ногами пытаешься бегать, достаточно смешно получается. Вот. Ну, а второй способ более, который мы всем вообще советуем, из-за того, что водку там хлеб... Реалистично, пожарник, который, свыхав бухой, пригнал на ликвидацию и перенес облучение Лайтове других. Это, собственно, специальная антирадиционная инъекция, которую вы будете колоть. И даже горячий плач, чтобы уровень радиации понизить. Ну, и кроме того, есть некоторые артефакты еще, которые понижают, в принципе, воздействие радиации на вас. Есть, кстати, артефакты, которые, наоборот, увеличивают. То есть, его одев, вы постоянно получаете большую дозу. И в игре, естественно, есть несколько видов бронесплатерска, каждый, которые по-разному защищают воздействие радиации. Я еще добавлю, то, что я как-то гулял по зоне и смотрю, перевернутый грузовик смотрю, и там что-то труп валяет. Ну, сейчас типа луту. Отлично, Хаббр. Да, сейчас. Хаббр. Хаббр. Хаббр, я еще не заучил. Ну, ты просто изучишь. Да, Хаббр. Думаю, сейчас, наберешь, подхожу. Так, что-то счетчик. Затрещал такой. Ну, я не совсем понял, просто, что происходит. Казалось, что машина, и все, кто не заражены, очень сильная радиация, высокий уровень, и я просто умер. То есть, ну, пример любопытства. Это, кстати, возможно, была машина та самая. Вот еще в заставке игры была эта машина по каким-то легендам сталкера. Это так называемые мертвые грузовики, которые непонятно вообще кто вводит, но эти грузовики периодически вывозят трупы с зоны в каком-то неизвестном направлении. То есть, это тоже отдельную интригу рождает сюжетом. Про систему повреждений спрашивают многое. Как ранение влияет? Да, система... Какой ночь, ёжик? Система повреждений достаточно реалистична, то есть, хедшоты есть, условно говоря, стрельнув монстру или человеку в голову вы сразу убиваете. Я не заметил какой-то суперсистемы повреждений, как, например, если вы стрельнете в ногу, он падет на одно колено. Нет, в этой игре нет, это достаточно более упрощенная система. Но хоть что-то есть, и, мне кажется, для какого RPG-шутера как ювелять сталкеров вполне достаточно. А мне вот понравилась анимация этих экспертей, то есть, грубо говоря, если кабан на вас мчится, и вы его там убиваете, он начинает падать, ну, по инерции катится какой-то безблет. Ну, да, конечно. Тогда можно вообще подстрелить сталкера, например, в ногу, он пойдет на землю, будет долго кричать, говорит, братан, аптечку! Штем-те-пятовые. Можно пристрелить, можно аптечку, то есть, ну, вот это, наверное, все. Финал. Да, время подходит к отцу. Самолет у меня через два часа уже. Да, у меня через... Уже скоро уже вылетать, но, правда, не так скоро. Ну, так скоро. Ну, в общем, там, опять в работе, опять в разъезде. Со сталкером, надеюсь, мы уже заканчиваем до выхода со свежей игромании. Читайте там все наши материалы. Да, много спешного. Саша, со стороны Саши, огромное ревью о путешествиях в Зону. То, ну, плюс мы еще вспоминаем о фильме, вспоминаем о книгах, вспоминаем о хронологии переноса сталкера. Видеомания, в свою очередь, проходят по всему видеоряду, который был создан за эти годы. Включая первый тест в 2001 году, движка, первые ролики, когда еще все происходило в пещерах Майя, то есть в пирамидах. Ну, когда тут такая концепция тоже. Не хочется даже вспоминать. Первые ролики, где живым показывал сталкер, то есть они снимали бегом по сталкер-полису. Это вряд ли кто-то из вас видел. Ну, это видео склонилось без звука, но тем не менее, интересно, и, конечно же, звезда, как бы номер, это то, что Зона-2002, путешествие в G.C., Олег Игорьский комментирует сделанную в начале разработки запись. То есть это ценный материал. Дальше. Тем не менее, если еще номер, там про сталкер будет очень много. Да. В общем, с нескольких слов напоследок. Мы, наверное, считаем, что мы дожили, это было первое в реале. Новая эпоха начинается. А фильм отстой. Ощущение, что Тарковский вообще в игру не играл. Ну, я бы не сказал так громко, все-таки это единичный случай, но мне очень хочется надеяться, что наши разработчики походят на G.C. и поймут, что лучше брать качеством, а не количеством. Абсолютно верно сказано. И надеемся, что вообще после... Тут, конечно, вспоминается интервью разработчика Петьки Василия Ивановича, который рассказывал, как обвел свой хуй и заложил его в основу абсолютно всего, что есть в игре. После Сталкера, кстати, очень символично, что он сейчас выходит как раз весной, что расходит снег, вообще все становится хорошо, что после Сталкера будет все только хорошо. Ну, и надеемся, что вам, естественно, понравится эта игра и вы ее обязательно купите, потому что это одна из лучших, которые мы видели. Ну, и, конечно, от себя, от Видеомании, надеюсь, что вам все это мероприятие понравилось. Да, вот все, что мы устроили сегодня. Потому что, ну, мы все, вы знаете, все время как-то экспериментируем в том числе с Майном, вот, пытаемся, несмотря на то, что пользователей интернет все-таки не так много, как в целом наших читателей, вот, мы все-таки с радостью пытаемся вам первым в какие-то важные такие темы донести. И у нас и было и игра Мир Онлайн, да, и теперь вот это, я надеюсь, что... И надеюсь, что еще скоро нам еще будет чем удивить в этом году. Это, на самом деле, зависит от разработчиков, в первую очередь. Если бы они делали такие замечательные игры каждый месяц и еще бы присылали их пораньше, я думаю, что у нас бы вообще сказка была. Но... Да, ну, какие дела. Ну что ж, давай... Подождите, что-то я не понял. Сейчас зашел на сайт Игровании. 10 апреля 2007-го обзор на Сталкера написал некий Андрей Александров. Ну, я же точно помню, что это Кузьменко писал. Доброе утро, Фант Драгон. Ну-ка. Окей. Александр Кузьменко Сталкер обзор. Вот. Почему у них два обзора? 29 апреля 2007-го. все верно. У них просто на сайте размещена какая-то статья какого-то Андрея Александрова за 10 апреля 2007-го. Вот, я уже нашел за 27-е, 30 апреля 2007-го Александр Кузьменко. Что-то я этого вообще не помню. Или это типа специально для сайта была размещена статья, и это как бы альтернатива журнальной статье. Так. Не-не-не, это другое. Кузьменко был Кузьменко. Вот он, Александр Кузьменко. Так, 6 лет, вдумайтесь, та-та-та. Гипотезы, 6 лет украинская упорно продолжала. Сталкер менял сюжет. В тот момент, когда вы будете читать эти сроки, коробки сождал, кромжи будут лежать практически всех магазинов нашей необъятной Родины. Брать немедленно. Если после последнего, блядь, вот этот вот высокопарный слог Кузьменко, конечно, не всегда в кассу. Если после последнего абзаца вы все еще с нами, то сегодня у вас есть шанс стать соучастниками поистине исторического события, долгожданной встречи с великой отечественной игрой. Да, сейчас бы Кузьменко уже вряд ли Украину своим отечеством назвал. Сталкер, игра-миф, игра-опасность, игра-предупреждение, в основе которой лежат много... Блядь, вот такой видеоэссеист пропал. Он просто попередил свое время. Такой видеоэссеист, в основе которой лежат многочисленные легенды Чернобыльской зоны. Все эти мрачные отголоски, эхо-катастрофы 20-летней давности. В наши дни никто толком не знает, что происходит. Ти-ти-ти-ти... Пе-пе-пе-пе-пе... Ну, сравнение с Фоллаутом... Вокруг полная свобода, а впереди тысяча, тысяча говорливых NPC. Гигантское количество артефактов, квестов, историй приключений и прочее, прочее. Согласитесь, звучит как отличная затравка для хорошей вдумчивой РПГ. Проблема лишь в том, что Сталкер это шутер. Геймплей Сталкер достаточно сложно описать привычными нам понятиями шутер, ролевая игра и квест. Это, скажем так, по большей части шутер с видом от первого лица, который по механике чем-то похож на Deus Ex. По масштабам на Operation Flashpoint по устройству мира немного на Готику 3 или Обливиан, а в плане экшена на помесь таких абсолютно противоположных игр, как Fear и Delta Force. И вот Чу, новая смена плана, над зоной спускается ночь. Охранники включили свои переносные фонарики, теперь пламерно прочесывают территорию лагеря. Кстати, про совершенствование навыков. К отличному экшену в Сталкере добавьте еще и огромной сложности ролевую составляющую. Гигантский и абсолютно живой мир, о нем мы еще поговорим отдельно, и тысячу с лишним уникальных NPC, каждый, каждый из которых имеет свои характеристики, репутацию, хабар и мнение относительно вашей персоны. Кроме того, не стоит забывать о тысячах строк диалогов и десятка крайне игроволивых персонажей второго плана. Общаясь со встречным, вы обязательно узнаете, какую... А, типа, тысячу NPC, потому что в рейтинге сталкеров тысяча записей. Я понял. В те времена по стране ходила куча пиратских сборников антологии ПК-игр под лейблом игромании. И сама игромания никак с ними не боролась со использованием их названий и логотипа совпадения. Не, какой... Не, 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 ты что, никто ничего не лутал. Не, 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 не. А с этим невозможно бороться. Типа, даже, даже большие легальные издательства, насколько я знаю, особо не пытались забороть пиратские копии своей продукции. То есть, была же пиратка и по Келли, и по 1С была пиратка. А игромания это вообще журнал, и типа, ну, это же буквально сборники ноунеймов, вот, типа, какой-нибудь сисадмин под пиво ночью накатал вот такую полиграфию, продал, как бы, ну, это просто неконтролируемо, поэтому. Игромания, когда было с кем бороться, они боролись. То есть, была же легендарная битва за паблик игромания ВКонтакте, когда они прошляпили, и в итоге был фейковый паблик игромании ВКонтакте, и это прямо важнейшее ролло, заставило переименоваться, и так из паблика игромания родился паблик IGM, тот самый, который сейчас довольно хорошо и прочно закрепился на Ютубе, давя пасту самых усредненных и обоственных видеоэссе, и я уверен, что абсолютно большинство их аудитории вообще даже не знает, кто это, это те самые IGM, которые разыгрывали Бэху, и спиздили Йоу Карена Шахназарова. Я думаю, в журналах не было предупреждений, потому что, типа, так сказать, подразумевалось, что если ты читаешь игроманию, ты и так понимаешь, что ты ебаная пиратка, и типа, ну, как бы, а зачем про них лишний раз писать, только, типа, ну, рекламировать? Уникальный Хаббар in question. У любого убитого изначально нейтрального NPC будет только оружие из рук и один бинт или три патрона. Да, та самая, Дмитрий. Ему бы тексты для модов бесконечного летопсета. На самом деле, да. Ну, как бы, тут тоже важно просто помнить историю Кузьменко. Кузьменко буквально пробивался с самых низов, то есть, будучи бедным студентиком откуда-то, ну, откуда-то из глубинки, не помню откуда, но из глубинки простым пацаном, чуть ли не школьником, он был литературным негром, писал чуть ли не во все игрожуры одновременно, под разными просто псевдонимами. И в итоге его релокейтнула игромания, потому что Кузьменко реально умеет давить текстовую пасту. Вот. Быстро и много текста может написать. И здесь мы вот просто видим, как же он разошелся в своей фантазии. Вот. Идея очень проста. Разработчики отменили Экспу ради усиления в игре эффекта присутствия. Да. Не потому, что не успели и Нильс Маглеба, а чтобы усилить эффект присутствия. По задумке автора, в процессе прохождения опыт накапливает не некий абстрактный сталкер с той стороны монитора, а вы сами игрок. Да, и напоминаю, что у него характер такой, как у игрока, это же вы играете. В первой же перестрелке с другим сталкером вы гарантированно будете много бегать, без дела суетиться, выпускать в воздух совершенно лишнее количество пуль. Однако, заматерев, со временем вы заметите, как начали мечи стрелять по врагам, быстрее оценивать обстановку и в пять секунд обманывать патрульные вертушки, прячась в кустах. даже не имея привычной полоски экспириенса сталкер, стопроцентно ролевая игра, которая, во-первых, действительно позволяет нам отыгрывать конкретную роль, а во-вторых, содержит великое множество деталей. Например, главному герою для поддержания сил время от времени необходимо есть. Ну и да, видно, что... Ну это как бы логично, но по сути, эту статью он полностью пересказал в марафоне. То есть, вот тоже. Ты сидишь в марафоне, тебе полтора часа хайпят сталкера, по сути, ничего особо не показав, полтора часа рассказывают, говорят, покупай журнал, покупай журнал и видишь стенографию того самого видоса, который бесплатно посмотрел в интернете. Я знаю, Шварц. В игре есть опыт и уровни, звания, при повышении игра подкручивает твои статы. Ну чё, прикольно. Зона вообще-то за рамками технологии. Это настоящий живой мир, который развивается и эволюционирует вместе с игроком. Пока вы любуетесь пизанарсами, кипит жизнь, события происходят совершенно независимо от вас. Каждый сталкер, каждый водит, каждый мутант, все они подчиняются не скриптам, а живому AI. У всех персонажей второго плана, которых тысячи, тысячи уже, не тысяча, а тысячи, в сталкере есть свой собственный разум, который подсказывает ему, что делать дальше. Система умного мира, помноженная практически на полную свободу действий, поначалу просто опьяняет. Вы хватаетесь за все квесты, бежите на первую зов помощи по рации и стараетесь успеть везде и сразу. И лишь потом до вас начинает доходить жизнь настоящего сталкера. Это всегда выбор. Помочь коллеге отбиться от диких собак или подождать и потом собрать хабар с его остывающего тела. Незаметно выкрыть секретные планы, пробравшись на вражескую базу под покровом ночи или же устроить там форменный массакр со взрывом сотни трупов. И так тут на каждом шагу. Я каждый раз при новом прохождении удивлялся, что меня первые бандиты разваливали, а потом выяснил, что опыт и статки там есть. Звуков о помощи по рации по сюжету нет буквально ни в одной части. Подожди, а там же, по-моему, по сюжету в первом Сталкере ты, когда приходишь на одну из локаций, там какой-то Сталкер просит помощи и это типа вроде как, ну, вроде по рации нет или по грагам как говорить или он кричит. Так, репутация. Сталкер, как и всякая великая РПГ, по сути не ограничен ничем, кроме границ игрового мира. Здесь есть несколько обязательных сюжетных линий и бесчисленные десятки дополнительных. Это игра о бесконечном поиске правильного пути и от того, по какой дороге вы пойдете, зависит и развитие истории. Когда вы начнете узнавать подробности о загадочном стрелке, услышите первые слухи о таинственной северной зоне, есть шанс надолго заболеть этой игрой. А, заскриптованная на агропроме в катсцене. Само открывать тайные загадки зоны отдельно и ни с чем не сравнимо удовольствие, поэтому мы не будем вам рассказывать о том, что по ходу игры вы можете присоединиться к одной из нескольких сталкерских фракций или о кровавых поединках на арене, которых устраивает группировка долг, об ученых фанатиках, шныряющих по зоне в бронированных костюмах, об ураганных перестрелках на улице Припяти, о том, что бывает с теми, кто случайно вляпается в кисель, о том, как вы впервые встретитесь с существом по имени контроллер и что при этом нужно делать. Игры мания. Спойлерят даже в текстовых обзорах типа рофри над тем, как они все спойлерят, они продолжают спойлерить. Про сталкера бесполезно рассказывать, его нужно изучать самому, смоговать каждое новое открытие. Поверьте, никто не уйдет обиженным. Ох, я думаю, как он был горд, когда типа в конце и типа о-о-ост, сталкер для всех и каждого и чтобы никто не ушел обиженным. Ой, как же я хорош. Ох, блядь, какой же я профессиональный игрожур. о-о-о-ост, о-о-о-о, о-о-о, прикольно, у игромании есть электронный архив. У игромании нет электронного архива Буквально всё, что было, рассказал Оправданность ожиданий 100% Оправданность ожиданий от Сталкера 100% Геймплей 9, графика 8,5, звук и музыка 10 Интерфейс управления 8 Рейтинг мани 9,5 Награда новое слово в жанре, выбор редакции Доброй ночи, посум Ну что ж, а теперь срыв покровов Может быть, кто-нибудь добрый знает тайм-код И вообще помнит Я помню, что я как будто бы не смотрел это интервью А, здесь есть тайм-коды Интервью целиком я это смотрел или только частично Я это, это было вот, когда я только начал строить игроманию Четыре года назад Вот, но Вот, чудесное сотворение культовой рецензии Сталкера Вот тоже, кстати, странно, я не понимаю А где эта рецензия считается культовой? Только, наверное, для самого Кузменко Мне как простому, типа, потребителю игромании Ну, как бы, рецензия как рецензия То есть, больше запомнилось то, как они писали о Сталкере до выхода Потому что, реально, они писали много Писали эксклюзивные материалы Ездили сами на Припять Ну, типа, почему культовая рецензия на Сталкер-то? Ну и да, когда вышла рецензия, все уже поиграли Ну давайте Чудесное сотворение культовой рецензии Сталкера Знаешь, мой самый сложный... Блядь, это они опять этот ебаный мастеринг Когда Кузменко справа, мужик слева Был момент, прям вот Я сам себе его поставил как челлендж И выполнил и горжусь им до сих пор Я писал первую рецензию в стране Вообще в мире На игру Сталкер То есть, я изначально знал, что там будет что-то не работать Что-то будет отваливаться там Тут нужно на монтаже вставить Тоха Который говорит Ребята, это игра того уровня, где все сломано Все у них там через одно место у этих разработчиков Хотя они очень талантливые ребята Вот И мне За 4 дня до выхода номера В печати, причем выхода То есть, все уже там должно быть написано За это время там сверстено Присылают, наконец-то, украинцы Билдец Билдец Причем на таком диске просто, да? Он мне приходит почтой Ну да, да, да Блядь, они еще и припутаны И в итоге Кузьменко сидит справа Звучит слева Да, правдность ожиданий 100% Билдец и арт для обложки То есть, все, у нас, посмотришь, как-то круто Да, первая обложка, первая же рецензия Сука, какой же всратый арт для обложки, блядь Сука Блядь Ну у них же были топовые арты Что это за говно, блядь? Тень Чернобыля И тут такие солдатики стоят И тут солдатики стоят А тут такой кровосос Мы ждали этой встречи 6 лет Блядь, какое говно Ой, блядь сталкер пять часов 10 15 я понимаю что все я уже я вчера должен был уже сдавать текст его позавчера должна были верстать сейчас уже ночь перед сдачей номера у меня есть четыре полосы так могу так убористы еще писали но это довольно много да для граммане это типа тысяч 20 знаков на вот и мне надо садиться и делать оценку надо было сделать просто два разворота скриншота и написать все отлично да я связывал с разработчиками постоянно созванивался тебя слушать чего-то в этой локации делался чего в этой они например вот дословно по телефону там чуть не стационарному алло киев да 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 как-то межгородчик пожалуйста вот они метод по за ручку вели подсказывали они потом дали читов чтобы я там некоторые совершенно сложно локации там перелетел типа ноу-клипом куда-то прошел я вот такой значит сижу как сейчас помню вечером дома она какой-то там подарочное вино что-то было сливого из японии этот он очень кого нет там жена кто-то уехал детителя не было вот так значит вино открываю наливайся такой значит стакан размером вот с этого и понимаю что в принципе на кону все господа джентльмен на кону все если я сейчас напишу что это лучше там наша там игра и они не оправдают ожидания там них она естественно пишу что это там боговоз и бракоделы и прочее то не поймете аудитория которым и до этого готовили много лет к этому я выпил стакан сел то что написать а вот когда-то не пишется знаешь такой ну кузьменко очень талантливый копирайтер надо признать типа не пишется это у меня текста нихуя не пишутся у кузьменко не пишется это когда он ночью не спавший въебывает стакан вина я вообще под алкоголем тоже ничего писать не могу типа и пишет 20 тысяч знаков типа похуй нахуй похуй нахуй вышел покурил налил еще один стакан а вот такой креплён и ты понимаю сделаю к ставку как знаешь как ставка больше чем жизнь короче 10 баллов гениально можно докапываться но я не хочу так рецензии написал я могу докопаться до этого наверняка еще будут баги я играл там ранее вершина века вот это что-то может не понравится может быть кому-то непонятно скринька это вот лучшее что делали у нас это прямо всем понравится попал я ровно если это вот к вопросу об ответственности 10 куда все всем до сих пор так надрачивают на stalker потому что кузьменко поставил и десятку в свое время ну да нет конечно они очень переоценивают свой вклад по факту как бы к моменту выхода рецензии все уже поиграли естественно в пиратку все поняли насколько игра сломана поэтому я как бы я тоже поиграл и вот оправданность ожиданий блять я тоже помнил что вы обещали вы нихуя не это обещали игра без багов каких нахуй без багов она из них состоит но типа что-то в игре есть норм то что я поставил десятку это 0 0 0 0 какой-то может один процент этой безусловно русской народной игры несмотря на то что на украине делалось но я угадал сто процентов ну суп грамм и популярных журналов видео играх попса только слова попса никому не нравится потому что а это киркоров там поет нет популярен журнал потому что он просто много его кто читает я оправдал все их ожидания и прям горжусь собой до пенсии ты ты сказал ты дал людям то что они хотели да я очень покривая душа медика пара сталкивает тоже вопрос был в таком виде что я понял что если он в таком виде окажется вот ровно как мне дали что если он окажется у людей там уже значит не простят я простил и прям все было отлично нет конечно естественно появились там какие-то небольшие группки людей которые стали говорить там про продались и продались но потом стал как продался так что всем стало понятно что как только ну слушай потом всего когда были продолжение любое появление stalker на обложке сам бить автоматом к тиражу прибавлялась ну в принципе это русская народная игра но чтобы после стрима выпил залпом сливового вина пошел покурил вернулся выпил еще один стакан сливового вина и написал сценарий полостухи не ну чё игромания емкость 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 Продолжение следует...